привет ребят меня зовут мельников александр на слайде видно видно так я работаю в одноклассниках разрабатываю там messenger там там также под android то есть курс под android да и я тоже развал под android сегодня мы поговорим о котле не в основном его фича о возможности которым предоставляет именно конкретно для андроида и узнаем возможно что-то новое я хотел бы вас спросить уже скотином кто-то работал из вас то есть есть работа мы хорошо в общем для тех кто уже работал возможно что-то будет не впервой да невозможно уже будут это знать но что-то вы все равно сегодня узнаете до что-то новое особенно под android если вот давайте посмотрим что у нас сегодня будет в плане так ну во первых ссылка и qr-код это вообще на наш основной сайт где все материалы лекции я материал лекции по котлену также опубликовал вот там возможно может быть чего-то не будет того что я говорю да но если что-то нужно вы мне напишите я это добавлю без проблем то есть это все обсуждается вот поэтому к материалу также можете обращаться следить за тем что я сегодня буду кодить да за мной повторять не надо то есть вы просто сидите вникаете смотрите вот пытайтесь понять если есть вопросы задаете не стесняйтесь если вопрос допустим какой-то сложный на него нужен развернутый ответ то я его просто попрошу повторить после лекции до чтобы мы могли спокойно пообщаться я возьму мог вам в развернутом виде ответить вот значит тема у нас сегодня будут такие вообще зачем нам это все зачем нам котле нужен да есть стабильно работающая джава с не все хорошо что нам даст этот котлен вот мы посмотрим это второй раздел будет у нас о том что делать если вот у нас уже проект на джаве у нас вокруг одна джава вот а мы хотим использовать котлен как поступать что нужно делать при этом что не нужно делать при этом мы это все с вами посмотрим вот третья часть это вот конкретно будет под android да мы посмотрим то что нам сейчас котлен предлагает именно конкретно этой платформы вот и четвертое надеюсь если это успеем да это dsl котлен dsl кто не слышал уже про это в общем один человек в общем мы это тоже посмотрим я пример приведу простенький до чтобы сразу на вас всю эту сложность не выкидывать мы посмотрим простенький маленький пример с вами его разберем ну и посмотрим какие вообще возможности в котлен есть для того чтобы построить свой какой-то dsl вот ну о домашнем задании в конце скажу оно будет простое поэтому не переживайте под конец я вам сложного не дам можете не расстраиваться вот давайте наверное перейдем в код так первое о чем мы с вами поговорим это фича null safety до котлена вот такой фичи в джаве нет понятно да в котлене она есть что это подразумевает под собой то есть наверное уже многие из вас на джаве то писали да код и многие знают что такое null pointer exception да этот exception вы знаете я думаю это точно так вот иногда он случается по нашей вине да иногда может случиться не по нашей в общем он может случиться просто так мы от этого не застрахованы и в котлене для этого есть так сказать какая-то защита вот грубо говоря такой спартанский щит который нас защищает от null pointer exception понятно что не всегда мы это можем сломать и мы это сломаем мы это посмотрим в одном разделе как это сломать вот но в основном это работает нормально да и вы можете на это рассчитывать в общем что значит no safety у нас в котлене есть два типа для ссылок да это на лобл ссылка и not null ссылка что значит not null да это получается на ум и сюда поставить в качестве значения не можем компилятор нам скажет ну ты дружок не на тот район пришел иди отсюда в общем это мы здесь только не налогнул вот поэтому здесь нал присвоить нельзя и поэтому когда мы с ней будем работать в дальнейшем да но нал стринг вызываем что-то у него допустим лэнкс мы понимаем что здесь проверка не нужна мы здесь в полной безопасности и с ноу pointer exception мы здесь не упадем вот мы защищены как быть если это на лобл ссылка да то есть на лобл стринг тут мы тоже в каком-то плане защищены то есть мы просто вот так же написать не сможем компилятор также будет ругаться говорить ну парень постой здесь как бы есть проблема что ссылка возможно может быть на и он предлагает для этого решения вот вы можете увидеть видно да что либо ты сделаешь безопасный вызов либо забьешь на него и проигнорируешь это поставив оператор небезопасного вызова что значит безопасный вызов то есть это знак вопроса понятно пока все вот знак вопроса то есть если у нас это ссылканал то вот эта правая часть она не выполнится никогда вот если мы допустим здесь уверены что здесь на ул нет и мы хотим проигнорировать знак вопроса да не ставить то мы делаем два восклицательных знака это оператор небезопасного вызова и все то есть если сюда вдруг придет нал здесь мы упадем скотт ли ну по интер эксепшен из к нп и вот надо быть аккуратным при использовании именно этого оператора избегать полностью его не нужно то есть маниакально до его не использовать не надо то есть тут просто нужно думать головой если у вас есть возможность его избежать и при этом код ваш почитаемости не пострадает да он также останется читабельным вот и с ним проблем не будет то лучше не ставить этот оператор небезопасного вызова если вы понимаете что получается громоздкие конструкции это все неуправляемо это тяжело читается то понятно что лучше не пренебрять к лишнему и не избегать этот этого оператора вот также в котле не есть такая функция лет то есть что это значит вот допустим сейчас мы с этой ссылкой на лаба посмотрим то есть мы вызываем led все та ссылка которая была до этого она передается в качестве аргумента в эту лямду и здесь по обращению как it она здесь уже будет not на лабу потому что мы здесь проверили также и если эта ссылка была нал мы сюда не зайдем не была на л мы сюда попадем и будем с ней работать. И понятно, здесь сразу сработает смарт-кастинг, да, вот, и ссылка эта не будет здесь null. Вот, второй момент. Что еще null safety нам дает? Допустим, мы понимаем, что здесь может быть null, и не хотим пострадать от no-pointer exception, но нам нужна альтернатива, какая-то альтернатива, да, и мы здесь воспользуемся Elvis-оператором. В Java знаете тернарный оператор? Да, тернарный оператор. Elvis-оператор – это, грубо говоря, такая упрощенная возможность тернарного оператора, который работает только с nullable, вот, который только проверяет, что что-то там null, и все. Другие проверки она не делает. Вот, получается, если здесь ссылка null, мы это не выполним, но мы выполним то, что будет здесь. Допустим, мы поставим здесь 0. Получается, мы знаем, что если ссылка у нас null, length, значит, нам мы здесь не можем запросить, ну, значит, у нас length 0. Да, в каких-то моментах это оправдано, все зависит от того, какие нужны вам задачи, что вы решаете этим самым. Что еще нам null safety дает? Также, возможно, вы знаете такой exception, как классская stepception. Сталкивались? Наверное, сталкивались, да? Когда он происходит, кто знает? Когда несопоставимые классы приводятся. Да, при приведении типов, да, если этот тип не является таковым, к которому вы хотите его привести. Или это, допустим, там не выше по иерархии. По сути, null safety может помочь здесь. Каким образом? Понятно, что я сейчас напишу полный бред, но мы, по крайней мере, посмотрим, как это работает. И мы захотим, допустим, стрингу привести к view. View все знают, да? Android это основной такой, который за все вьюшки главный, как обжект в Java. И вот этот оператор безопасного приведения, если здесь случилось так, что тип, который мы хотим привести к этому типу, не является таковым, да, то мы здесь не упадем с exception, с класс CastException, а получим в качестве значения null. То есть вот это нам получается выражение, вот здесь, вернет null. И мы здесь не упадем. Опять же, это нужно использовать в тех моментах, когда вам это реально надо. То есть, возможно, правильным будет как раз упасть пораньше, чтобы это раньше упасть, чтобы это раньше пофиксить. Но в каких-то моментах это может вам пригодиться. Учитывайте это. В принципе, я рассказал про два типа из null safety, да? Есть еще третий, который мы рассмотрим позже. Он связан как раз с интеропом Java, то есть как взаимодействовать в Java с Kotlin, как взаимодействовать в Kotlin с Java. Это мы посмотрим позже. Поэтому вопросы есть по null safety какие-то? Или все понятно? У стринга самого первого nullable string, там strings со знаком вопросов для того, чтобы можно было null сделать? Да, да. Вот это полноценный тип. То есть в Kotlin есть полноценный тип nullable, который принимает null, да? Может принимать null. Если вопроса нет, все, ты сюда не можешь null поставить, как я уже показывал. Он тебе не разрешит. А сюда можешь. Также вот когда мы делаем какую-то функцию, fun. А тут классы в Kotlin есть или нет? Классы в Kotlin есть, да. Это получается функция main, основная, да? Она вызывается в этом файле. Файл, да. Понятно, что для нее потом при запуске будет создаваться класс, но вы его не создаете явно. То есть любая функция также может лежать просто в файле. А если другая функция, как-нибудь там, кастомная? Ну, если он очень много хочет, как-то интерцелироваться в класс, то что делать? Что вы имеете в виду прямо? То есть поля определить? А, ну вы просто так же создаете класс. Ну, то есть вы можете использовать классы, а можете просто писать функции в файле, да? Без класса. Ну, да. Лова, то он к чему будет? К какому классу будет? Он лежит в этом файле. То есть... Каждый файл это класс? Ну, грубо говоря, в какой-то мере да. Да, вот. Но у вас в этом файле может быть несколько классов. Ну да. Вот. Вот, значит, на чем я остановился, да? Мы, допустим, захотим сюда что-то передать, какой-то параметр. Ну, также возьмем string для простоты. Да, string. Вот. Здесь мы, когда к нему обращаемся, мы понимаем, что тип у нас не nullable. Значит, здесь проверять ничего не нужно, и мы также спокойно на нем вызываем какие-то его дочерние поля, методы. Вот. Если мы передаем сюда nullable ссылку, да, то действует то же самое, что я выше там описывал. Мы должны сделать так. Безопасный вызов или проигнорировать, или проверить, или вызвать ls. В общем, все это. То есть это полноценные типы в Kotlin, да? Вот как есть тип view, да? Вот. То же самое. Есть тип string nullable, да? Есть тип string не nullable, который не может принимать nullы. View создан в Java, поэтому нет. Вот. Но мы дальше посмотрим, какой это будет тип в Kotlin. То есть также свои классы будут создавать nullable и не nullable? Да. Ну, ссылка, точнее, будет. Ну, то есть, нет. Это не сам прямо класс, да? Класс будет так же, string просто, да? А ссылка, именно ссылка на этот класс, она может быть nullable, а может быть нет. То есть именно ссылка. Да, я, возможно, здесь неправильно вам сказал, да, ошибся. Именно ссылка, да. Может быть nullable или нет. Ну да, так же получается и view будет nullable. Допустим, вот мы напишем view, да? Так, вот. Мы захотим сюда поставить null, мы не можем, да? Сделаем так. Мы можем. Все. Это ссылка, да. То есть ссылка может быть nullable, а может быть not nullable. Есть еще вопросы по этому разделу? Ключевое слово val, это... А, ну, с котленом не работали, да? Вот. Ключевое слово val означает то, что вот эта ссылка immutable. Изменить ее дальше нельзя. То есть вот, допустим, я ей присвоил, да, какое-то сейчас значение. Вот. Захочу что-то с ней сделать. Присвоить что-то ей другое, да? Вот. Я сделать это не могу. Если я сделаю var, var, то это уже mutable ссылка. Я ее могу переопределить, назначить ей другое значение. Понятно? Ну, типа final, да? Да, да. Типа того. Ну, давайте тогда следующий. Посмотрим раздел в котлене, да? Точнее, фичу, которую я указал, как бы для рассмотрения здесь. Так, где-то у меня здесь был. Вот она, родимая. Так. В общем, extension функции. Те, кто работал с котленом, наверное, знают, да, что такое extension функции. Но если нет, сейчас узнаете. Вот. В общем, extension функции – это такая возможность без наследования какого-то класса, да, добавить ему какую-то функциональность. Допустим, так как вы уже работали в андроиде, с фрагментами кто-нибудь работал? Знаете, да? Вот. Есть, получается, fragment менеджер у нас. Но как таковое у него этой функции нет, replace fragment. У него там есть begin transaction, да, там и так далее, и так далее, чтобы добавить какой-то фрагмент. Вот. А мы хотим, чтобы она, получается, у него была. Как мы ее добавим? Давайте посмотрим. Так, где она у нас? Сжимаюсь. Вот, получается, вот пример. Смотрите. То есть это как обычная функция, только имеющая, как бы, контекст fragment менеджера, да? То есть мы, получается, для фрагмент менеджера заводим отдельную функцию, не наследуя его, да? И делая ей какой-то функционал. Вот этот же как раз begin transaction, да, replace и commit. То есть мы расширяем функционал класса без наследования. Здесь понятно? Да. Вот. Чтобы расширить, мы, получается, пишем, какой мы хотим класс расширить, точка, да, и пошло название метода. Дальше, ну, это обычный, как бы, метод, да? Просто который расширяет какой-то класс. Нужно учитывать, что в Java это просто static метод, который внутрь себя принимает fragment менеджер. То есть это будет просто статический метод replaceFragment, которого будет в качестве параметра fragment менеджер. То есть на самом деле мы под капотом не создается никакой класс, который наследует fragment менеджер, который для него создает этот replaceFragment, нет, этого нет. Это обычная функция в Java static. И теперь мы, получается, можем ее вызвать. В чем их плюс? В том, что оно, как бы, дополняется, да, в автокомплите. То есть мы сразу это видим. То есть это, как бы, функция этого класса. И удобно с ней работать. У extension функции есть еще префикс infix. Что он позволяет делать? Вот, наверное, вы видели, да, вот здесь в следующей строке, через одну точнее, есть такое написание. контекст, да, это контекст. Что он не хочет мне здесь контекст выдавать. Ладно, пока так напишу. Ну, а, это activity, точно. Ну, в общем, контекст, да, showToast, alarm. То есть это вот на самом деле это один метод. Сейчас мы это увидим, как это работает. То есть это та же extension функция, ну, понятно, не та же самая, а вообще это extension функция, которая расширяет контекст. То есть к контексту добавляется такой метод, как showToast, в который передается в качестве параметра стринга, это текст, который мы хотим в тосте показать. И дальше мы с ней работаем. Чтобы именно так было через пробел, да, как бы читабельно, как будто это какое-то полноценное предложение, нужно добавлять префикс infix к этим функциям. У infix есть ограничения, да, там можно это в документации подробнее прочитать, но основное это то, что чтобы он нормально работал, это должна быть extension функция, и в качестве параметра он может принимать только один параметр. То есть два, нет, только один. И дальше это будет работать так. Без всех скобочек, точек и так далее. Просто как будто это предложение. ApplicationContext, showToast, alarm. Тут нужно обратить внимание на то, что так как extension функции видны повсюду, ну, в зависимости, конечно, от видимости, но в основном, если мы их делаем какие-то, вот у нас был helper class, да, в котором статические какие-то методы, и мы заменили их на extension функции, убрали helper class, просто у нас статические, ой, extension функции. Вот. Нужно учитывать, что нужно именовать их так, чтобы было понятно, делать там то, что понятно, и то, что на самом деле относится к этому классу, чтобы когда человек, другой разработчик, или вы после какого-то времени обратились к этому классу и начали его в автокомплите что-то там набирать, вы смотрите, какая-то функция, и вы не понимаете, что она делает. Понятно, что здесь нужно иметь меру, то есть нужно создавать такие функции, которые будут понятны и как бы для, ну, для специально для этого класса, которые прямо вот работают с ним внутри. То есть если вы, допустим, делаете extension функцию на какой-то класс, который вы потом не используете внутри, допустим, да, то смысла как бы от этого небольшого нет. Это надо учитывать. Следующий функционал, который мы посмотрим, это силт-классы. Что же это такое? По сути, вот все знают и нам, да, перечисления. Очень удобная такая, да, сущность, которая позволяет нам перечислить какие-то там константы, да, с которыми мы потом где-то работаем. Возможно, какой-то это state, да, для какой-то state машины и так далее. Вот. Силт-классы – это, грубо говоря, похоже на и нам. Он также имеет закрытую структуру, то есть все, что мы в него добавим, да, внешне добавить нельзя. То есть мы добавляем в том же классе, так же и с и нам, да, мы добавляем внутри и нам. И снаружи мы к нему добавить какую-то дополнительную константу мы не можем. Но отличие от и нам в том, что и нам имеет каждую константу в единственном экземпляре, да, а здесь в множественном. То есть дополнительно мы можем в нем содержать какой-то state. Это обычные классы. То есть давайте посмотрим здесь. Я создал уже примерный state. Вот. Смотрите. Вот field-класс. Да? И вот его наследники. Создавать этих наследников мы можем только в этом же самом файле или в самом классе. В общем, мы остановились на field-классах. Как я уже говорил, да, field-классы — это какое-то подобие и нам перечислений, да, только, можно сказать, на астероидах. Вот. Как видите, да, то есть когда мы объявляем и нам, мы здесь заводим просто как константы, да, у которых state как такового, ну, он, то есть там констант, константа будет. Тот, что мы зададим прямо вот сейчас, да, там и будет. Ну, а вот этот state мы можем менять. Это как обычный класс. То есть мы здесь внутри определяем, что вот сейчас этот класс наследуется от этого field-класса, да, и он может иметь state. То есть это как обычный класс. Все, это обычный класс. Здесь мы также можем использовать data-класс, неважно. Можем использовать вообще object. То есть как бы это все дальше я расскажу. Не переживайте. Вот. Пока просто остановимся, что тут можно класс, да, использовать. А память выделяется тоже тихо на конструкторах? Что еще раз? Вот память выделяется под объект тоже тихо с конструктором, да? Да. Ну, то есть это полноценный класс, который вы можете создать. Да, просто у него, он наследуется от field-класса, да, который нельзя расширить где-то извне, кроме как вот этого файла или самого класса. То есть мы имеем такую безопасность с точки зрения, если, допустим, мы сделали этот класс где-то там и в другом месте, мы добавить ему наследника не можем. Прямого наследника. То есть он может быть определен в этих скопах, да? Не обязательно. Можно в этом файле. То есть мы можем вот так сделать. Вот так. Главное, чтобы это был либо файл, либо в самом классе. Вот так. Понятно здесь, да? Вот. То есть в Enam вы говорили, в Enam входит перечисление класса, да? Нет. Enam в Java. Знаете Enam? Enam в Java. Да. Ну там константы обычные, да? Да. Вот. А здесь это не константы, это полноценный класс, который мы можем создавать многочисленные. Enam для класса, ну, можно сказать. Ну, грубо говоря, да, можно так сказать. По сути, да, идея тут похожая тем, что, да, мы не можем снаружи где-то там повлиять на этот силт-класс, не можем ему добавить еще каких-то наследников, которые потом нам где-то в другом месте что-то поломают. Из-за этого, кстати, вот силт-класс позволяет нам, когда мы... Вот switch в Java, знаете, да? В Kotlin есть Venn. Такой многофункциональный, он более продвинутый, чем switch, да? Больше позволяет сделать. Так вот, у Venn, если мы просто идем и проверяем... Ну, вот я сейчас покажу прямо на примере. Вот, мы идем, значит, проверяем, что is, если это сейчас, вот этот state, да, является именно типом вот этим классом, loading state, то выполняем эту ветку. Если бы мы делали это без, грубо говоря, силт-классов, а просто на обычных классах, вот, то нам бы необходимо было, если бы мы куда-нибудь записывали это выражение, да, то, что возвращается. Вот. Нам нужно было бы делать здесь ветку else и обязательно делать какой-то иной вариант, который, если вот мы все проверки прошли и нам ничего не подошло. Вот. С силт-классом этого делать не нужно, потому что тут заранее известно, какие у него наследники, да, и что нужно проверять. Поэтому эта ветка else, она не нужна будет здесь. А если там не полный список классов будет, перечислено, вот, если есть, если что-то убрать, нужно полностью, да, смотреть все. Все. Да, да. Либо также вот, скорее всего, else добавлять. Да. Ну, то есть это как раз в плане, когда вы все стейты проверяете. Вот. Да. В общем, для чего вообще силт-класс хорош? Ну, как и нам, он может быть хорош для каких-то стейтов, да, вот. Для, допустим, так как он может содержать внутри какие-то данные, вот видите, да, я создал loading state, объект, и в него что-то положил. Он может содержать внутри какие-то данные. Динамически, да, получается. Мы можем еще один класс такой создать и положить другие. Вот. Так как он может содержать какие-то данные, мы можем его использовать в качестве результата какой-то функции либо чего-либо другого. Вот, допустим, мы вызвали какую-то функцию, пошли что-то делать, и нам нужен результат. То есть мы закончили это действие с ошибкой, да, или с успехом. И какие-то данные туда, возможно, мы хотим положить, то, что эта функция сделала. Вот как раз мы можем сделать такой класс. Вот сейчас покажу. Допустим, мы сделаем силт-класс результ и делаем ему два дочерних класса, то есть челдов, да, success, который наследует этот результ. Так, и файлов результ. И здесь как будто мы можем какие-то данные, допустим, пусть будет стринга какая-нибудь, неважно. А здесь, возможно, будет какой-нибудь exception. Сейчас. Вот. Получается, мы создали такой силт-класс, и когда у нас функция что-то сделала, выполнилась, да, она может нам вернуть вот этот результат. Вот, допустим, сейчас мы прям создадим функцию load, что-то там, да, которая будет возвращать результат. Ну и здесь в качестве примера просто вернем error, допустим, вот этот. Так, где у нас? Ой, failure, я что-то написал. Так, и здесь, допустим, null pointer exception. Вот. Это как пример, то есть это, чтобы вы поняли саму суть. вот так, кстати, можно сворачивать функции, да, в одну линию expression. Без фигурных скобочек, просто равно и возвращаем то, что она сделала. И вот здесь, вот, допустим, когда мы дернем load, мы здесь получим вот этот result, который она нам вернула. И вот здесь, вместо вот этого стейта, сейчас мы проверим, этот result. Допустим, is success либо ну и здесь сейчас мы result. Заметьте, кстати, да, здесь срабатывает сразу smart casting, то есть он понимает, что с той стороны у нас именно success. Не failure, а именно success. И мы как раз можем обратиться к полю этого класса string. вот. Также failure мы делаем, пишем result и обращаемся. Видите, да, сразу у нас это поле, которое внутри этого класса, оно здесь тоже есть, и мы его сразу можем использовать. В этом, в принципе, основная суть этих силд-классов. Они закрыты для изменения снаружи, могут изменяться внутри, либо в этом же файле, да, и все, получается, наследники этого силд-класса, если они класс или дата-класс, они могут содержать какой-то стейт, который мы в будущем можем использовать в качестве какого-то результата или еще чего-нибудь. здесь понятно? Задавайте вопросы, если что-то туманно. Ну, давайте дальше пойдем. Так, теперь мы посмотрим с вами inline-функции. Знает кто-нибудь, что это inline-функции? Ну, да, то, что встраиваемые, да? inline-функции означает. Сейчас вот это вскрою. Ну, в общем, суть в чем? Есть, у нас есть, получается, обычные функции. вот, обычная функция, в кодтене. Вот, а мы можем, получается, добавить и модификатор inline, ключевое слово. И теперь это необычная функция. Весь, получается, код этой функции, а также тот код, который будет в этой лямбде, вот, который мы сюда передали. Сейчас покажу. load, да, весь вот этот код, который вот здесь будет, вот, он будет строен именно в то место, в байткод, откуда был вызван. То есть, вот здесь, вот этот код, да, который мы здесь напишем, и код, который будет в этой лямбде, он будет именно встроен в это место, вот здесь, откуда он был вызван. Отсюда есть небольшой минус, то, что если его будет слишком много, да, функция будет слишком большая, то мы получим очень большое количество сгенерированного кода, да, который будет в байткоде ставлен. Вот. Это ударит по перформансу, и это уже как бы уберет те плюсы, которые инлайн-функция нам дает. Теперь посмотрим, какие плюсы она нам дает. Ну, во-первых, все знают, да, что в Java, в Kotlin для лямб создается анонимный класс. Это, я думаю, понятно. Так вот, так как это встраиваемая функция, и лямбда, она встраиваемая, для нее не создается анонимный класс. То есть, мы убираем эту прослойку, да, которая грузит нам память. Вот. Также мы, конечно, можем, если у нас какие-то есть вариации, да, допустим, у нас какая-то лямбда здесь в параметре должна быть инлайн, да, а какая-то нет, мы можем пометить новый инлайн. Сразу видно, да, видите, компилятор подсвечивает нам, что так как это не инлайн лямбда, зачем вам инлайн функция? От нее смысла говорит, никакого нет. То есть, перформанса мы в этом плане не получим, потому что инлайнится лямбда не будет, для нее также создастся анонимный класс и никакого перформанса в этом не будет. Есть еще кроссинлайн. Это тот момент, когда, допустим, я не знаю, сейчас так сработает, но он здесь ругается, понятное дело. Сейчас посмотрим. Кроссинлайн отберу. В общем, смысл кроссинлайн в том, что мы можем вызвать эту лямбду не напрямую здесь, а в контексте какого-то другого объекта, метода, который мы вызываем. То есть, если это не будет кроссинлайн лямбда, ее вызвать мы можем только здесь, только в этом методе. Но если, допустим, у нас здесь какой-то объект, объект, класс, или метод другой вызывается, туда передается, это будет запрещено. То есть, компилятор будет ругаться, что парень, сделай кроссинлайн, и тогда ты сможешь так поступить. Если не сделаешь, нет, извини, я такое не разрешаю. В чем еще польза инлайн-функций? Знаете же, в Java генерики есть, это, я думаю, известно. И генерики в compile-тайме стирают свой тип. Это тоже понятно, да? То есть, мы не можем узнать, что за тип у этого генерика. Мы не можем сделать инстансов, мы не можем прикастить и так далее. Вот. В Kotlin есть refi-тайпы, то есть, вещественные типы, которые можно использовать только с inline-функциями. Так, сейчас не здесь объявляю. Вот, это refi-тайп, 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 в чем суть его? Такой дженерик не стирает свой тип в compile-тайме. ты можешь здесь прикастить его, да, к нему какой-то объект. Ты можешь здесь проверить, является ли этот объект этим типом. Допустим, вот здесь мы возьмем, передадим сейчас для примера что-нибудь, да? Также stream, stream. Вот, и здесь мы можем получается взять, сделать так. Так. то есть мы можем здесь проверить, что string является этим типом этого дженерика или нет. Также мы можем прикастить. То есть если бы это был обычный дженерик, такой бы не сработало, потому что тип в compile-тайме стирается, и мы не можем узнать его. В основном, вот, кстати, inline-функции очень непопулярны благодаря этому вещественному типу. мы, так как тип не стирается, ты можешь с ним делать очень удобные конструкции, да, какой-то базовый метод, который весь дублирующий код скрывает в нем, да, и мы в нем сразу можем прикастить к какому-то классу, проверить, является ли этот параметр типом этого класса и так далее. Это дженерик необычный из-за того, что было слово refight? Да, да. А если inline убрать все так же будет? Нет. То есть обязательно inline? Inline, да. То есть смысл в том, что так как эта функция встраиваемая, то из-за этого как бы refight здесь и работает. Вот, если убрать inline, то это работать не будет. Вот, он в принципе и говорит, вот, видно, да, только inline функции. То есть основная идея inline функции в том, что мы можем сэкономить на анонимных классах для лямбд, да, это раз. И вторая, это то, что мы можем использовать вещественный тип. Мы можем с ним делать очень удобные конструкции, которые позволяют сделать какой-то базовый класс, ой, базовый метод с базовой логикой, в котором все это будет скрыто, и мы можем там кастить, проверять и так далее. Здесь вопросы какие-то есть, появились насчет inline? Ну, в общем, идея сама понятна, да, что весь код функции и сама лямбда будет встраиваемая, то есть она встроится в это место, там, где мы его вызвали. Пойдемте дальше. В общем, inline есть не только для функций. В код лине 1.3 появились inline-классы. Ну, как бы по названию, да, они тоже inline-ятся, да, встраиваются. В чем их суть? Грубо говоря, это такой определенный враппер над абсолютно любым типом. Вот здесь у меня в закомментированном коде это видно. Во-первых, он, видите, компилятор жалуется, потому что это до сих пор экспериментальная фича, и в Build Gradle нужно обязательно включить, чтобы экспериментальные фичи работали. Так вот, inline-класс, он, получается, может оборачивать абсолютно любой параметр, да, но должен быть он один. То есть вот здесь нельзя добавлять второй. Вот, он должен быть всегда один. Вот. В этом суть inline-классов. Это, он работает как враппер. Что он позволяет вообще, ну, для чего он нужен, да, грубо говоря, когда его стоит использовать? Допустим, у нас есть метод, вот у нас есть функция send, и мы сюда передаем, допустим, чат-айди. Мы хотим что-то отправить в чат по такому-то айди. мы делаем еще один метод, тоже send, но теперь мы хотим отправить юзеру по user-id. Ну и понятно, он будет ругаться, он не понимает, почему у меня два одинаковых метода и там, и там long. Никаких больше дополнительных параметров отряд, перезагрузка метода здесь не работает. Inline-класс в этом может помочь, то есть мы можем, сейчас я назову их тогда, чат-айди, user-id, мы можем здесь использовать чат-айди, а здесь user-id. это полноценный тип, поэтому перегрузка здесь работает, то есть это не какой-то там alias, да, над каким-то примитивом и так далее, или неймингом, это полноценный тип, поэтому компилятор позволяет так сделать. Где еще он может пригодиться? Нет, он внутри содержит long, вот, можешь посмотреть, он внутри содержит как поле long, то есть к нему обращаться, вот я сейчас покажу, то есть чат-айди, то есть он внутри лежит, на самом деле, да, то есть этот класс не будет создаваться, он будет инлайниться, и на самом деле тут будет long просто, в этом суть. Ну, понятное дело, бывают случаи, когда он не сможет инлайниться, вот, там у меня в материалах курса есть ссылка, потом посмотрите, там есть подробная табличка, в которой приведены варианты, в каких случаях он не будет инлайниться, там с NALO был связан и так далее, вот, в каких случаях он еще может нам пригодиться? Допустим, у нас также есть чат-айди, юзер-айди, ничего не видно, юзер-айди, да, это тоже long. Ну, и я не знаю, случалось ли у вас такое, но обычно это очень популярная ошибка, когда мы пишем send, сейчас этот я уберу, специально, вот, пишем send и путаем местами айдишки, путаем местами лонги, да, ну, вообще любой класс мы можем перепутать, если они одинаковые, допустим, мы можем сюда поставить не то значение, сюда мы можем тоже поставить не то значение. На самом деле это очень популярная ошибка, многие такое могут, ну, совершить, раньше это было еще более популярно из-за того, что айди раньше не подсвечило, да, она не отображала вот этот чат-айди, юзер-айди, то есть мы этого не видели, мы могли только увидеть вот так, да, посмотреть, чат-айди, юзер-айди, окей, и понятно, что когда ты спешишь, ты можешь даже вот это не заметить и совершить эту ошибку. Понятно, что когда сюда ты передаешь конкретный тип чат-айди, юзер-айди, такой ошибки ты не совершишь, потому что он тебе скажет, что сюда нужен именно чат-айди, потому что это полноценный тип, а сюда нужен именно юзер-айди, так же, как полноценный тип. То есть я для себя выделил, это такие основные два момента, в которых инлайн-классы очень помогают. За счет того, что они никак на перформансе не отображаются, из-за того, что они инлайнятся, у нас там обычный лонг, но при этом они тебя защищают от таких глупых ошибок, как бы смены параметров в функции, либо от невозможности перегрузить такой же метод. В Kotlin есть TypeAlios. TypeAlios — это, грубо говоря, такой нейминг над типом. То есть вот, допустим, мы хотим назвать… У нас есть какая-то мапа, в которой есть ключ string, а здесь у нас в value list, в котором еще list, в котором string. Ну понятно. Ну, в общем, суть в этом. То, что мы можем… Так, сейчас я… Вот, назвать просто новое. MyMap назовем просто. Суть в том, что это просто нейминг. То есть вот если у нас какой-то есть длинный класс с длинным названием, или вот такой случай с дженериками, да, когда у нас там объемные данные, какие-то листы, листы и так далее, и нам все время это нужно писать. Когда мы, допустим, где-то это создаем, нам нужно это описать. Это везде… Да, да. То есть это, по сути, просто нейминг сокращенный. Ну, может, не сокращенный, можете, конечно, еще больше его сделать. Тут как бы все от вашей фантазии зависит. Ну, суть в том, что он придумывался как раз для того, чтобы удобно использовать длинные имена в Kotlin. Но заметьте, да, то, что это все по-прежнему тот же тип. Это все тот же тип, то есть тип он не меняет. То есть вот так сделать мы по-прежнему не сможем. То есть вот берем MyMap. Видите, да? Он ругается. Ну, логично, да, потому что тип мы не поменяли, тип остался прежним. Это лишь сокращенный нейминг. Все. Поэтому для таких случаев подходит больше inline-класс. Используйте. Вопросы? Все понятно? Отлично. Ну, в общем, если что-то все-таки вспомните, да, и что-то будет промелькивать, можете после лекции подойти, спросить, я отвечу, не переживайте. Пойдемте дальше. Кто-то тут спрашивал как раз про дата-классы, да? Кто-то был. Вот сейчас мы и посмотрим, что же это такое. В общем, вот у нас обычный класс. Как и в Java, просто обычный класс, который принимает в конструктор какие-то параметры. Вот. Обычно, когда мы работаем с какими-то моделями, которые, допустим, должны мы использовать в виде ключа в мапе, да, или еще каким-то образом, или мы должны их сравнивать, используя метод equals, да, или выводить их в консоль, используя метод toString, или у нас вообще это immutable, так как это immutable класс, да, и нам и нужно сделать копию этого класса, да, нам нужен метод копии. Так вот, в таких случаях, чтобы нам самим руками все это не создавать, а в Java для этого придумано очень много всяких библиотек, плагинов, да, которые за тебя просто это все генерируют, чтобы тоже опять руками это все не создавать. Это метод хэш-код, это equals, это tools, это toString, это copy и так далее, да. Также еще есть компоненты в Kotlin. Мы просто пишем, да, так класс. Все. Копиллятор за нас создаст все эти методы. Я даже вам сейчас покажу отличия. Вот у нас был обычный класс. Кстати, кто не знает, можно посмотреть Java bytecode, а также обычный bytecode, да, используя вот здесь tools, Kotlin, show Kotlin bytecode. Мы можем посмотреть то, что генерируется на самом деле. Вот мы заходим сюда. Это обычный bytecode. А у вас сейчас не скомпили? Где? Вот здесь? Здесь сверху-то? Да, это ерунда. Основное здесь. Делаем decompile. Все, смотрим. Вот этот Java bytecode. Ну, по сути, просто Java даст какой-то мета-инфой. То есть, видите, да, наш класс, Kotlin-овский person, да, превратился в final-class Java. Здесь также все, как бы, да, все эти поля, которые мы выставляли, все это также есть. Вот. Только добавилась какая-то мета-информация и какие-то проверки, да, что это не null, да, что и так далее. Вот. И также геттеры. Теперь посмотрим, если data-class мы поставим, да. А, плохо видно, да. Давайте я увеличу. Так лучше? Вот. Смотрите. Вы говорите, если не видно. Не молчите. В общем, мета-информация и обычный класс, который содержит какие-то final-поля, геттеры для них, да, и конструктор. Вот. Обычный Java-класс. Теперь мы посмотрим, есть ли добавить data. То, что я вам говорил, какие методы будут генерироваться за нас. Вот смотрите. Кода увеличилась. Ну, то есть, как бы, за нас создался сразу компонент 1, компонент 2, компонент 3. Эти методы нужны для специальной инициализации полей, когда мы просто пишем вал, скобочка открывается, да, перечисливаем вот эти все поля, скобочка закрылась, равно, и вот этот вот класс person. То есть, он берет, наш класс, разбивает на 3 переменные в одной строке. То есть, нам не нужно писать строка такая, да, person, дай мне age, да, это все в одной строке делается вот с помощью этой возможности. Вот для этого как раз компонент в датаклассах и нужен, да, он понимает, что куда мы должны положить. Вот метод копии. Он создает просто новую копию этого класса. То, что вы сюда ему передадите, то он и положит, да. Вот. Если вы что-то не передаете, да, все остаете прежним, то он уложит те же самые name, те же самые last name, тот же самый age. Дальше у нас есть метод toString. Да, в принципе, написан хорошо, выводит в консоль, нормально. Единственное, да, что иногда нам может быть, возможно, не все поля нужны, тогда мы просто сами можем переопределить toString и сделать его как нам надо. Допустим, мы хотим только вывести name. Все делается очень просто. Так же сделает с остальными методами. Вот. За нас он также создал хэш-код equals. В принципе, вот это дата-классы делает. В качестве андроида, да, почему здесь нужно быть аккуратным? У андроида есть DEX. Есть, может быть, кто знает, DEX-файлы. Нет? В общем, у андроида есть DEX-файлы, которые ограничены количеством методов. Если не ошибаюсь, там 65 тысяч методов может быть в одном DEX-файле. Если DEX-файлов больше, чем один, ну, их там очень много, у нас, во-первых, замедляется сборка, замедляется старт приложения, да, и все из этого вытекающее. Вот. Понятно, что с новых версий Android, он, ну, допустим, вроде, если не ошибаюсь, SPI, SPI. Android старается те классы, которые более важны на старте приложения, вытаскивать в первый DEX-файл, да, чтобы их первыми подгрузить и с ними начать работать, чтобы все было быстрее. Так вот, так как у нас есть ограничения по методам в андроиде, мы должны понимать, когда нам нужно использовать датакласс, а когда нет. Просто всегда использовать датакласс и при этом не использовать его методы equals, хеш-код, копий, да, не стоит этого делать. То есть у нас получается в DEX-файл добавляется сразу несколько методов. Если у нас модель актаких 100 и ни в одной мы не используем эти методы, то как бы, сами понимаете, что количество методов резко возрастает. Вот. Здесь надо быть аккуратным. С этим все понятно? Ладно, погнали дальше. Значит, сейчас мы с вами поговорим о карутинах. Знаете, что такое карутины в Котлине? Это что-то из многопоточности. Да, это что-то из многопоточности. Все правильно. В общем, карутины были придуманы для того, чтобы легко управлять как раз асинхронной работой, легко с ней работать. Вот. Они на самом деле очень давний термин. Их был, они придуманы были очень давно, просто как бы Котлин взял их за основу и сделал у себя их реализацию. Вот. То есть, карутины позволяют легко уходить на другой поток, возвращаться на main, доставать результат. В общем, это основа, да? В основе карутины лежит suspend функция. То есть, suspend функция та, что может быть приостановлена. То есть, мы пишем suspend, load, что-то грузим. Вот эта функция, она может быть приостановлена. Suspend, этот модификатор, точнее, ключевое слово, оно именно заложено в самой StudyLib, да, то есть, в самом Котлине, то есть, в самом языке программирования. Но вот эти вот конструкции, как Builder, вот этот Launch, да, я про них попозже расскажу, Async, да, это все нужно подключать в качестве библиотек. Вот можем посмотреть на Build Gradle. Нет, здесь не найду. Сейчас. Вот он, Build Gradle. Вот здесь вы можете увидеть в качестве зависимости, вот они, KotlinX Caroutine Score, да, и KotlinX Caroutine Android. Core как раз содержит все вот эти Builder и Launch, Async, Scope и так далее. Android же содержит Dispatcher Main, да, то есть, это тот Dispatcher, который переключает текущий поток на Main поток. Всем известно, да, что в Android, да, это Main поток, который нельзя блокировать, если заблокируешь, приложение зависнет, INR и так далее, и такие проблемы в дальнейшем. Вот. Этот пакет как раз содержит этот Dispatcher. Давайте посмотрим. В общем, внутри вообще Caroutine лежит, стоит машина, да, которая как раз все это регулирует, вот эти Suspend функции. На самом деле, Suspend компилятором, да, упирается, и сюда в качестве параметра подставляется параметр Continuation. Continuation как раз и отвечает за то, чтобы приостановить эту функцию, да, заморозить, грубо говоря, да, или запустить в какой-то момент, вот, с каким-то результатом вернуть. То есть вот сюда в качестве параметра он добавляется. Вот основные билдеры, которые в Kotlin в этой библиотеке используются, да, в карутинах. Это Launch и Async. Че он там? Вот. Отступило что-то в студию. И Async. Ладно, так, оставлю. В общем, эти два основных билдера. Чем они отличаются? Launch в основном всегда используется, это когда мы вот запускаем какую-то работу и просто вот она идет там. Мы можем, да, получить от нее объект Job и там с ним работать. Допустим, у Job есть вот такие методы, поля, да, мы можем проверить. Из Active она, из Cancelled, из Completed, мы можем ее заканцелить, да, если она нам больше не нужна. Вот. Сделать Join, это когда нам нужно дождаться, чтобы вся работа этой карутины уже прошла, да, и только потом шло дальше. Вот. И Start. Но Start используется тогда, когда мы делаем Lazy, эту карутину. То есть запускаем отложено. Так они запускаются сразу. Вот. Чтобы запустить, точнее, чтобы написать Launch, нам недостаточно просто так сделать. В какой-то версии, да, до, там, один, в общем, можно было делать так, но потом добавили скопы. Есть Global Scope, это тот скоп, который вообще на протяжении всего приложения. То есть он для всего приложения, и использовать его в конкретных случаях нежелательно. То есть мы его должны использовать только тогда, когда мы запускаем что-то, которое работает именно на протяжении всего приложения. Не на каком-то отдельном экране, а вот прямо на протяжении всего приложения. Тогда мы должны запускать через Global Scope. Что вообще означает этот скоп? Скоп позволяет вам, контролировать все корутины, которые были созданы в нем. Мы можем все заканцелить, да, подождать и так далее. Если скоп какой-то, все, мы заканцелили, все корутины, которые были созданы в этом скопе, то есть вот этот launch, допустим, да, они также приостановятся. поэтому желательно делать свои скопы, допустим, для каких-то отдельных экранов, когда мы что-то определенное делаем. Допустим, вот ниже я покажу вам пример. Мы создаем какой-то скоп, myscope, да, это обычный объект, корутин скоп, который внутрь принимает корутин контекст. вы можете увидеть, что здесь плюсик, это тоже с ситом пришло, это перегрузка операторов. Мы можем посмотреть, зайти сюда, это у нас оператор плюс. На самом деле это полноценный метод, который что-то делает. Подробнее вы можете потом его рассмотреть, там это очень много, интересно. Получается, мы создаем здесь, мы можем без вот этого класса, просто диспатчер с моей. Это все корутин скоп, корутин контекст. В чем суть? Вот здесь мы создаем корутин скоп, который будет управляться диспатчером на мейн потоке. То есть все те корутины, которые будут запущены из этого скопа, будут работать на мейн потоке. То есть если мы делаем в них что-то тяжелое, мейн поток у нас само собой заблокируется, да, и приложение зависнет. Поэтому если мы хотим, допустим, запустить что-то вне, мы пишем, да, мейн скоп, допустим, лаунч, и здесь, допустим, у нас мейн поток, вот здесь мейн поток. Но нам здесь надо мейн поток, потому что, допустим, мы внутри работаем с фьюшками. Доступ к фьюшкам мы имеем только на мейн потоке, поэтому мы должны использовать мейн поток. Но чтобы переключиться на время, допустим, сделать какую-то сложную операцию и не грузить мейн поток, мы делаем вис контекст. Вис контекст, этот метод, только переключает диспатчер, то есть вот этот диспатчер, он его меняет на время, пока вот эта функция не закончится. То есть вот здесь мы внутри передаем ему в качестве параметра любой диспатчер. ИО, дефолт, мейн, он конфайн. Дефолт это такой диспатчер, который работает на основе процессора, то есть он распараллеливает работу в зависимости от количества ядер. Ну, наверное, вы с этим уже сталкивались, когда параллельно что-то нужно было делать. То есть в зависимости от количества ядер он будет создавать столько потоков, и каждый поток будет на каком-то ядре идти и параллельно выполняться. Для этого и нужен дефолт. ИО. Ну, ИО-диспатчер он в основном хорош, когда мы, допустим, делаем запись в файл, читаем из файла, лезем в базу, идем в интернет. Вот такие. Он оптимизирован, у него есть пул потоков, который отдает нам для работы какой-то поток, и мы с ним работаем, возвращает потом в пул, когда он освободится. Так вот, мы заходим в эту карутину, начинаем работу. Вот здесь весь код, что перед висконтекст, будет на мейн потоке. Все, что потом идет висконтекст, это уже не мейн поток, а тот поток, который нам предоставит этот диспатчер, то есть бэкграунд поток. Мейн мы никак здесь не блокируем. Мы что-то здесь сделали, я сейчас просто передам здесь стронг, мы что-то здесь сделали, получили этот результат, и дальше, когда эта скобочка фигурная все заканчивается, вот здесь у нас опять мейн поток. Диспатчер возвращается в мейн, и здесь мы можем также работать дальше с авьюхами, да, и работать с этим результатом. Вот. Здесь понятно, вот именно вот с висконтекст, да, что он не создает новую карутину, он только переключает вот этот диспатчер для этой карутины. Это понятно? Хорошо. Вот. Вообще, карутины, да, они очень легковесные по отношению с тредами, да, наверное, знаете, да, вот этот мем всегда, да, там типа new thread, да, там, и потом new thread, и так в цикле, да, и там у нас тысяча уже, да, и out of memory, все, память кончилась, короче. Вот. Треды очень тяжелые, карутины нет, карутины это очень легкие объекты, и мы их можем создавать пачками, они очень легкие, да, и на память они не сильно влияют. Но, как вы заметили, что карутины это не отдельный тред, да, карутины могут работать на одном и том же треде, им может предоставляться тот же самый тред, вот, просто они друг друга будут замораживать, вот для этого как раз и нужна вот эта саспен, да, то есть одна другую заморозила, это выполняется, потом это разморозилось, когда это закончил, да, начала она выполняться. в этом суть. В общем, launch в основном для того, чтобы мы запустили, она отработала, мы вернули результат на UI, что-то с ним сделали, допустим, показали в какой-то вьюшке, какой-то текст, вот, и все, и забыли про него. Но, конечно, job надо сохранять в том плане, что если мы, допустим, поворачиваем экран, у нас activity уничтожается, нам нужно это все cancel, да, ну, как бы мы просто берем вот это var job и вызываем cancel. Все. Тем самым мы останавливаем работу. Понятно, что там свои сложности есть, когда-то это делать не нужно, когда-то останавливать это не нужно, потому что мы вот запустили, допустим, какой-то запрос в сеть, еще мы после поворота опять это сделаем, мы его остановим и потом после поворота опять пойдем в сеть. Нет, нам нужно сохранить, допустим, результат или наоборот, чтобы он там шел, потом вернулся, мы его сохранили, когда мы повернули экран, мы взяли уже готовый. Да, в общем, разные для этого есть подходы. Архитектурная лекция уже была, там, наверное, об этом что-то говорилось, да, как там, где что хранить и так далее, как выживать при поворотах экрана. Должны были. Вот, в этом суть. Теперь посмотрим на AsyncBuilder. Для чего тогда он нужен? Да, если в принципе, вот у нас лаунча хватает, мы что-то запустили, там сделали что-то на UI, потом сходили в бэкграунд, вычислили, получили результат и сделали с этим результатом что-то на UI. Вот. Зачем нам что-то еще? Async нужен для тех моментов, когда нам нужно запустить две корутины одновременно, то есть вот как раз распараллелить, то есть чтобы они одновременно работали, допустим, на двух ядрах. Мы берем вот так, делаем вот так, да, как бы, еще один. Вот, у нас получается уже две корутины, одна deferred, одна deferred one, да? И вот этот deferred, да, это просто можно здесь val, то есть эта особенность не играет, это означает только то, что мы эту ссылку можем запихать новый, ну, immutable и not immutable. Здесь не на это нужно обращать внимание, ну, можно val, можно var, то есть, в сути это не меняет. В общем, смысл в чем? deferred это такой объект, как какая-нибудь future, вот есть в java computable future, да, которая возвращает после какого-то вычисления результат, мы можем получить через точку get, да, там результат. Вот, deferred это точно то же самое, по сути, это та же future, которая может нам вернуть. Допустим, мы пишем println, дергаем deferred, await. Пишем здесь тоже deferred one и await. Понятно, что он ругается, говорит, что мы не можем это сделать, потому что мы застопорим тогда main поток. Мы это делать должны в какой-нибудь корутине, допустим, вот здесь давайте в launch это сделаем. Вот. Ну, понятно, он ругается, потому что он не знает этих. Сейчас мы сделаем, он здесь, чтобы возвращалась стринга, стринга, должен понимать. Да, блин. Нет, ну ладно, ну не суть. В общем, представим, что да, он возвращает две стринги. Это не так важно. Смысл в том, что когда мы вызовем их, вот эти await, только тогда начнет работать эта корутина. она запустится и начнет работать. То есть вот здесь все вот эти вычисления, которые мы здесь напишем, они начнут отрабатывать. То же самое здесь. Мы дернули, они начали отрабатывать. Тем самым мы можем добиться параллельной работы. То есть мы можем задать, это moasing, да, вот допустим, у нас здесь global scope, мы можем вот сюда ему передать dispatchers напрямую как параметр default. Он как раз нужен для тех моментов, когда нам нужно распараллелить между ядрами процессора. Тогда эти вызовы будут, эти корутины будут отрабатывать параллельно, одно на одном ядре, другое на другом, да, и мы получим больше перформанс, мы быстрее это рассчитаем, быстрее получим результат. В принципе, это вот основная суть отличия launch от Async, да. Launch нам отдает в качестве результата job для того, чтобы мы могли хендлить ее, да, мы могли управлять ее стейтом, мы могли ее заканцелить и так далее, проверять, какой у нее еще стейт и так далее. А Async возвращает именно future, то есть deferred, да, который в конце концов нам когда-нибудь отдаст результат, когда мы дернем await. Вот. То есть это как обычно future.get, которая возвращает результат. здесь понятно отличия? Ну, хорошо. Давайте, задавайте вопросы по этому моменту, чтобы я вам сейчас... Потому что это я понимаю, что это сложный момент, это все-таки многопоточность, синхронность, и это все для вас новое, поэтому, скорее всего, возможно, у вас есть вопросы. Что, как работает? Нет? Нет? Все понятно? Я рад. Давай. А, все, я понял, про что ты имеешь в виду. Да, 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 да. Вот здесь я и напортачил. Да, спасибо. Да, вот этот минус. Ага. Еще вопросы? Спасибо, что поправил. Ключевое слово, оно... Оно доступно в Котлине без каких-либо подключений библиотек, оно сразу есть, да. Ну, да, но... Оно означает, что эта функция может быть приостановлена. То есть, допустим, у нас какая-то корутина идет, да, вот, у нас есть функция load, да, а еще есть еще одна load. Так вот, та, что, допустим, loadTo выполняется, она приостановит эту функцию, она заставит ее ждать, допустим, потому что из loadTo нам нужен результат для этой load. Вот. То есть, suspend означает то, что эту функцию можно приостановить и запустить когда-то там потом. Это мы... Это не сами мы делаем, это делает сама система, там стоит машина, она это все регулирует. Когда что запускать? А если она будет не suspend, то... Нет, тогда это не сработает, да. То есть, ее можно использовать, да. То есть, суть в том, что, да, ты также можешь здесь вызвать load, да. Фишка в том, что launch, это тоже suspend. То есть, вы можете посмотреть. Видите, последним параметром идет лямбда, в которой есть модификатор suspend. То есть, вот эта лямбда тоже suspend, и она также приостановится. Вот. Вообще, в основе практики, как я понял, люди, ну, по-разному делают, но некоторые привыкли делать вот так. То есть, если у тебя есть какая-то функция load, то ты можешь сделать ей виз-контекст, чтобы вот для определенной корутины поменять контекст, поменять диспатчер, да, и сходить что-то загрузить. Вот. Обычно делают так. То есть, виз-контекст, по сути, ты вот здесь, вот мы просто без лямбды, ты его здесь вызвать не можешь. Он будет ругаться и говорить, что я могу быть вызвана только в suspend функции, да, либо в другой корутине. Вот. Потому что она, по сути, только переключает сам диспатчер, и все. Больше ничего. Поэтому, когда мы идем вот здесь вот, заходим, это у нас launch, это у нас здесь main поток, мы дергаем load, пошли сюда, вызвали виз-контекст, у нас поменялся диспатчер, мы теперь не на main потоке, а мы на каком-то потоке из бэкграунда. Все, пошли грузить, такие здесь загрузили, засаспендели, если нужно, да, приостановили работу. Вот. Потом мы получили результат, и здесь уже с ним работаем на main. Вот. То есть, после виз-контекста у нас сразу возвращается тот диспатчер, который был объявлен до этого либо в скоупе, да, вот здесь, либо если это global scope, то тот, который мы сюда передали. Вот как раз теперь поговорим о интеропе, то есть взаимосвязи, когда мы можем использовать Kotlin в Java, а Java в Kotlin. То есть, вот это стопроцентная, как заявляет JetBrains, да, поддержка. Вот. Посмотрим, что в нем, ну, какие есть отличия, что необходимо делать, чтобы это реально работало. Сразу такой спойлер, да, если используем Java в Kotlin, то это реально почти 100%, 99 там с копейками, вот, поддержка. Если это Kotlin в Java, то тут посложнее. Тут как раз нужно не забывать про кое-какие вещи. Вот. Значит, давайте поговорим сейчас мы с вами о том, как взаимодействует Java в Kotlin, да, как вызывать Java в Kotlin. Вот. Сперва нужно сказать о том, что в Kotlin нет checked exceptions. Знаете, что такое checked exceptions, да? Вот. В Kotlin их нет, забыли про них, все, не существует. Вот. Теперь вы в Kotlin мире. То есть, если любую exception выйдете, то они не выйдут? Нет. Что такое checked exceptions, да? Вы знаете? Ну, это, это когда компилятор заставляет вас обрабатывать это. Да, да, заставляет вас обрабатывать это. То есть, когда метод прокидывает какие-то exception, да, и, как бы, вы обязаны обернуть это в try-catch. Если не обернете, то у вас просто не запустится. Вот. В этом смысл. В Kotlin'е checked exceptions нет. То есть, методы могут прокидывать какие-то exception с помощью специальной аннотации, но заставлять Kotlin вас это обрабатывать не будет. Это не обязательно. Вы сами смотрите, нужен вам тут try-catch или не нужен. То есть, в этом плюс. Вас не заставляют прямиком, да, что это обрабатывать. Даже если, допустим, вы уверены, что там этого делать не нужно. Эта exception будет программа не остановится? Остановится, конечно. Ну, тут как бы логично. Не, ну, если есть, можно обработать. Да, да, ты как бы должен понимать, да, что здесь, если оно как бы может прилететь, да, ты делаешь try-catch. Не может. То есть, оно может, как бы, да, кто-то там описал throws, да, но ты уверен, что у тебя сейчас код идеально работает, ты там, у тебя must have, все, круто, да, и тебе try-catch не нужен. Это для слабонервных и так далее. Ну, в общем, как-то так. В общем, в код-лине checked exception нет. В принципе, я вот сейчас покажу это на примере. Вот у нас есть знаменитый input stream, у которого есть метод read, и у него есть как раз и у exception, который он пробрасывает. Это java. Да, все правильно. Это java, да. Все верно. Так вот, и мы видим, что компилятор нам говорит, здесь метод прокидывает этот exception. Пожалуйста, обработай его. Вот, и мы должны здесь, получается, сделать вот surround, да, или добавить эту сигнатуру метода, что это куда-то там улетает, вот, чтобы дальше там где-то обработать. В этом суть. Теперь посмотрим, как обстоят дела в код-лине с этим, да. Так, идем в код-лине. Здесь абсолютно тот же самый input stream, только заметьте одну разницу, да, у него сигнатура пробрасываемого exception поменялась, это все теперь делается через аннотацию. То есть, если мы хотим для, пометить, что этот метод пробрасывает какой-то exception, мы должны проставить такую аннотацию. Собака troll, troll, да, и нужный exception. Вот. И как видите ниже, да, компилятор в код-лине не заставляет вас обрабатывать это. То есть, если вы понимаете, что здесь это может случиться, вы уже сами, да, это делаете, как бы обрабатываете, пишете try catch, так далее. Пишите здесь нужный exception и тому подобное. Вот. То есть, это здесь не обязательно. Это вот, грубо говоря, такое основное отличие, да, когда вы делаете полноценный interrupt, когда вы взаимодействуете с Java и с Kotlin. Вот. Что еще есть? Помните, я вам говорил, когда мы про null safety говорили, что есть третий тип, да, есть nullable ссылка, есть not null, есть еще один. Я сказал, что мы сломаем еще null safety, да, вот. Так вот, есть еще один тип, а именно платформенный тип. То есть, сейчас мы это посмотрим. Прямо внимательно так посмотрим мы с вами вот здесь. Нull safety вернемся. То есть, у нас есть, допустим, объект, вот эти, если вы могли заметить, да, вот здесь вот есть у меня data factory, это все Java, да, видно, что это все Java, это data factory просто создает объект data, все, ну, как бы он больше ничего не делает, вот, в которого мы прокидываем поля. Вы можете заметить, что у data, вот здесь компилятор подсвечивает, что, ну, как бы аннотация стоит not null, поэтому сюда null нежелательно передавать, может что-то сломаться, но при этом это не запрет, это лишь предупреждение. Передать мы можем, нам никто это не запрещает. Мы, понятно, не будем передавать, но возможно, где-то там что-то поломалось, или мы отдали класс на заполнение какой-то библиотеки или так далее, он не знает об этих правилах, об этих аннотациях, предположим, и он может туда запихнуть null, вот, в этом суть. В общем, вот у него, у этого data, ну, класс data, да, у него есть какие-то поля, вот, в конструкторе мы указываем, что вот такие есть у него правила, да, вот этот title у него должен быть не nullable, вот, subtitle у него может быть nullable. И есть getter, которые также помечаются этими аннотациями. Так вот, допустим, мы сейчас уберем вот эту аннотацию здесь, вот она была, убрали, все, get title, теперь зайдем вот сюда, data factory, create data, делаем дату объект, да, и теперь вызываем у него title. Вот заметьте, видите, вот здесь есть nullable тип, да, а есть еще один какой-то с восклицательным знаком. Это платформенный тип. Это сделано специально для интеропа с джавой, да, когда мы не помечаем аннотациями какие-то методы или поля этими аннотациями not null или nullable, да, то компилятор здесь для того, чтобы, так как он не знает, что нам ожидать, он делает платформенный тип. Что это значит? Платформенный тип. А это значит, что здесь может быть и null и не null. Мы просто не знаем. Мы работаем с ним как обычный джави. В джави же обычные типы, да, обычные типы ссылок, мы также можем не знать null там или не null, если не проставим аннотацию. Вот здесь то же самое. То есть это платформенный тип. Мы также на нем можем вызывать лэнгс и ничего нам не нужно здесь дополнительно делать. Никакие операторы безопасного вызова здесь делать, никакие небезопасного и так далее. Это необязательно. Это платформенный тип. Поэтому вот эта неопределенность, она может нам поломать всю нашу защиту, сломать наш спартанский щит дат null pointer exception. Вот. И мы можем здесь получить null, потому что у нас null safety, грубо говоря, не работает. А здесь поставить вопрос? Он не будет здесь отрабатывать. То есть смысл в том, что здесь это платформенный тип, и он здесь не знает об этом. Вот. теперь посмотрим, если мы где-то дата была, да. Если мы сделаем эту все-таки как бы поставим аннотацию, то есть теперь мы говорим, что вот этот метод никогда не вернет нам null. Ну, мы просто предупреждаем. На самом деле он может вернуть, да, потому что мы до этого туда засытили null. Просто это предупреждение. Мы заходим сюда и пытаемся посмотреть, что же нам вернется. сейчас. Title. Видите? Title, да? Перестал быть платформенным типом. Теперь это наш тип из null safety, который говорит, что это not null ссылка. Not null тип. А? Но мы null. Но мы можем туда null ссылку, да. Вот это как раз тот способ, когда можно сломать null safety на интеропе, да. Мы говорим компилятору, что аннотация здесь стоит, здесь not null, но нам никто не ограничивает туда null поставить. В отличие от Kotlin, да, вы видели, что мы вот в not null ссылку null запихать не можем. А в javi можем, потому что это всего лишь аннотация, это всего лишь предупреждение, это никакое не ограничение. Поэтому здесь мы вызываем title и думаем, что здесь все хорошо, здесь у нас не будет никогда null, а в итоге там где-то кто-то поставил null и бац, null pointer exception. Все. получили проблему. Вот. Вот так мы можем сломать null safety. Потому что в javi аннотации не заставляют вас это обрабатывать, не заставляют вас следить за тем, чтобы null здесь реально не было. В Kotlin это проверяется. Вы видели там, когда я вам декомпельнул, да, код, там intrinsect, check, not null, да, вот эти вот дополнительные были выражения, они как раз и проверяют приходящие параметры, да, что там это не null и так далее. Вот так. Получается, вот основное, ну, еще плюс дополнительное, да, отличие java, как бы, в Kotlin, то, что мы можем получить платформенный тип. Поэтому, несмотря на то, что мы можем это сломать и аннотации ничего нам не запрещают, я вас специально, да, вам говорю, чтобы вы старались ставить везде аннотации, нот null и nullable, особенно, если вы работаете с Kotlin, потому что, если вы сами работаете с этим классом, думаю, уследите, да, что null туда не прокинется. Ну, да, может попасть, но все-таки больше вероятность, что нет, потому что вас компилятор предупреждает, сюда null нельзя, будьте аккуратны. Вот, и вам желательно это проставлять. Для чего? Для того, чтобы здесь уже удобно работать. То есть, если вы обращаетесь, допустим, вот с Uptitle, да, видите, что это nullable, здесь сразу в Kotlin вам будет компилятор говорить, вам будет компилятор говорить, что это ошибка. Здесь нужно сделать либо безопасный вызов, либо небезопасный вызов. Вот, то есть, это вам удобство. С платформенным типом такое нельзя сделать, да, он, компилятор не будет вам ругаться, и не будет, будет вам все равно запускать, даже если вы не поставите здесь какие-то операторы, безопасный или небезопасный вызов. То же самое с title. Так как мы знаем, что он у нас not null, да, мы здесь можем спокойно вызывать nulls. поэтому желательно эти аннотации проставлять. Вот. Что, в принципе, на самом деле Android команда, да, разрабатывая свои новые версии, это и делает. Она в каждой новой версии, допустим, начиная с Py, да, и вот Q, они добавляют, они все больше и больше покрывают свой Android SDK, да, весь код, весь этот эксорцы покрывают этими аннотациями. Для чего? Для того, чтобы как раз в Kotlin было работать удобно. А почему? Потому что на ИО сказали, что Android это Kotlin First, для Android Kotlin First, да, то есть теперь все новые приложения рекомендуется всегда разрабатывать на Kotlin. То есть это как бы заявление Google, да, ну, какие там, что там они сказали и сказали, ну, и ладно. Вот. Ну, смысл вы поняли, да, что они, пойдем дальше, да, смысл вы поняли, что они поставили на это ставку, да, и они заявляют, что это основа. Если они в 2017, если не ошибаюсь, сказали, что это просто еще один официальный поддерживаемый язык под Android, то теперь они сказали, что это рекомендуемый язык, то есть тот, который вы должны использовать, когда разрабатываете новые приложения. вот. Самый Android написан на Java. Ну, Android SDK написан очень давно. Это JVM. Что ты имеешь в виду? Kotlin и Java, да, это все JVM. Это все JVM. Да. И Scalm. Да, это все JVM. Но у Kotlin есть сейчас проект Kotlin Native, возможно, вы знаете, это мультиплатформа, и вот Kotlin Native, он не на JVM. Машинный код сразу. Вот так. Если интересно, посмотрите про этот код в платформер. То есть он может позволить вам шарить код общий между iOS, Android, JS и так далее. Вот. Если интересно, посмотрите. А вот на шаппах еще какая-то библиотечка. Что? На шаппах еще какая-то библиотечка. Шаппах? Ну, C-шарп. А, C-шарп. На C-шарп еще какая-то библиотечка, что писать на Android. Ксамарин? Ксамарин. Да, это кроссплатформенный фреймворк, да. Ну, как мы все знаем, да, кроссплатформенные фреймворки. Они заканчивают плачевно и все в основном переезжают на Native. Вот. Как это было, допустим, в последнее время с RnBnB, которые все время топили за React Native, что это все отлично и что у нас вместо двух разработчиков станет один. В итоге они поняли, что вместо двух разработчиков у них стало три. В общем, и они переехали обратно. Что стало с третьим разработчиками, не знаю. Как-то так. Вот. Ну, сейчас появился Flutter, да, кроссплатформенный фреймворк от Google, который там, в общем, вселяет надежды. Можете посмотреть про него. Вот. Ну, и посмотреть про Kotlin Native, тоже кроссплатформенный такой код, который позволяет писать. Но это заметим, что это не UI. Flutter дает нам UI, а Kotlin Native дает нам бизнес-логику. То есть, вот код, который мы пишем, там, сходить в базу, да, это там, считать что-то с сети, вот это все можно шарить. Пойдемте дальше. Так. Какие еще есть грабли, когда мы используем Java в Kotlin? Ну, допустим, если у нас какой-то метод называется так же, как ключевое слово в Kotlin, то что мы должны с этим сделать? Допустим, вот, заходим в Data, создаем ему метод public, который будет void s. Как вы знаете, s в Kotlin, да, это приведение типов, то есть, это ключевое слово, которое использовать в Kotlin нельзя. Так вот, что с этим делать? Сейчас мы посмотрим. То есть, мы обращаемся к Create Data, у нас есть s. Видите, он автоматически подставил апострофы, да? То есть, он экранировал этот вызов. Тем самым, мы его можем вызывать, но только в таком плане. Просто так, если мы сделаем. он будет нам ругаться. Нельзя использовать это. Так вот, это, по сути, да, наверное, основные моменты. Есть еще там мелочи, да, которые вы можете посмотреть в доках, но вот это основные моменты, которые вам нужно учитывать, когда вы пытаетесь обращаться к Java-коду из Kotlin. Это основные моменты. Теперь давайте поговорим о том, как обращаться к Kotlin из Java, да, что, по сути, наверное, более интересно, потому что в Kotlin есть такие фичи, которых в Java просто нет, да, и как они вообще будут работать. Вот. Давайте посмотрим теперь на это. Так, зайдем в специальное место. Вот сюда. вот ниже это вот пока не смотрите. Вот, смотрите на верхнюю функцию. Это вот то, что я уже говорил, помните, да? Если функция пробрасывает какой-то exception, вы должны указать это явно в аннотации. Если вы это сделаете, то тогда вот здесь, если вы будете вызывать этот тест, он говорит, что нужно его обработать, этот exception, да, этот check-it exception. Эта аннотация это и делает. Если вы этого не сделаете, то есть вот здесь уберете это, он не будет вам говорить это обрабатывать. То есть если вы хотите поддерживать check-it exception, да, в Java, то вам обязательно нужно использовать эту аннотацию. Учитывайте это. Как он достучался до теста на выбор-импорт, прям, сверху? Сверху. Можно импорт все уфайла взять, а может, как отдельно функция. Да. Ну, в общем, это основной такой момент, который про check-it exception. Посмотрим дальше. Дальше. В общем, есть, допустим, у нас класс формат, который что-то форматирует, у которого есть метод формат и есть дефолтный какой-то формат. Так вот, companion object это, грубо говоря, такая возможность в Kotlin сделать static. В Kotlin статика нет. То есть вы не можете написать fun, static, там, да, и так далее, или static fun. в Java он есть, в Kotlin его нет. То есть companion object это как раз такая разновидность статика. То есть все, что здесь, как бы, да, оно вызывается также через class.вызов. Ну, как статические обычные методы, поля и так далее. Так вот, что здесь нужно учитывать? То, что если мы, допустим, не поставим, вот у нас есть метод, формат, да, если мы уберем эту аннотацию, то в Java, если мы захотим обратиться к этому методу, видите, его нет, да, но он есть в companion, вот так. Нам придется делать вот так. То есть нам придется обращаться сначала к companion object, который будет создаваться, а потом к методу формат. Если мы сделаем вот так, то есть поставим GVM static аннотацию, то мы сможем сделать так. Новые, то, что новое выпустили вместо ProGuard, да, D8 и R8, которые были выпущены вместо ProGuard, они позволяют, в частности R8, оптимизировать этот запрос, и на самом деле companion object создаваться не будет. Вот, то есть такая вот, такой небольшой перформанс, да, получаем. Дальше, что с полями делать? Если это обычный примитив, то тут все просто. Вы добавляете const. Константа – это compile time переменная. Если без нее, то это runtime переменная. И если мы это сделаем, то мы также должны смочь к ней обратиться. Да, видите, мы можем к ней обратиться. только вам что-то ругается. Ну, главное, что мы можем. А? Ничего не приравнивается. А, да, наверное. Ну, в общем, мы можем это сделать. Если мы это уберем, все, мы ее не видим, мы к ней обратиться не можем. Только так. то есть напрямую никак, только через специальный getter, который был создан. Видите, да, getDefaultFormat вот у класса companion. Поэтому это нужно учитывать, когда вы используете companion object в Kotlin, а потом начинаете обращаться из Java к полям, к методам, которые в нем лежат. То есть вам необходимо именно ставить const. Но это в случае, если это примитив, либо string. примитив все понятно, что-то, int и так далее. Если это не примитив, а предположим, не знаю, какая-нибудь там дата, ну и тут надо, да, дату я какую взял, свою, свою. Вот. Видите, он говорит, да, что не может использоваться, может использоваться только для примитивов и стрингов. Что в этом случае нужно делать? В этом случае у нас есть такая великая аннотация jvm field. По сути, делать то же самое. То есть теперь мы можем здесь также обращаться в дефолт формат. Для примитивов тоже можно? Да, но лучше использовать const для примитивов. Вот. Ну да, ты можешь сделать то же самое здесь с обычным примитивом или со стрингом. Это абсолютно не запрещается. но он тебе будет подсвечивать, вот смотри, видишь, то, что лучше здесь использовать const. То есть компилятор за тебя подумает и скажет, что давай лучше здесь это сделаешь. Вот, что касается companion object. один на класс. То есть все, что статическое мы хотим сделать с этому классу, мы весь в эту компанию уже помещаем и с какой-то к нему обращаемся. И оно появляется как статическое поле у этого класса. Да, все правильно. Ну то есть только если, как ты видел, если мы поставим эти аннотации. Если мы эти аннотации не ставим, то в Java это как бы идет через обращение к определенному companion классу. Вот. Так, что дальше? Помните, вы спрашивали, да, то, что это что, можно методы просто в файле писать? Да, вот так вот можно просто в файле писать. Но как видите, вот здесь, видите, да, что это файл у меня называется interop, но в Java он преобразуется в interop.kt. То есть добавляется такой префикс kt, который означает, что это класс из Kotlin. Мелочь, которую мы можем тоже убрать. Как это делается? Мы заходим сюда, пишем такую аннотацию file jvm name и здесь мы проставляем то имя, которое хотим. Именно это имя и будет фигурировать. не interop.kt, не просто interop, а то, что вот реально мы здесь напишем. Мы можем также здесь написать interop.kt, никто нам не запрещает. Но вообще здесь мы можем именовать как угодно. Эта аннотация также и работает для методов. Допустим, если у нас метод в Kotlin должен называться так, а в Java по-другому, потому что там уже такой метод есть, да, или он по какому-то неймингу не подходит и так далее. Мы также можем его переименовать с помощью этой аннотации. Здесь понятно? Да. Ну, то есть я вот сейчас для примера вот назову его просто low. Назвали low. Видите, да, он у меня сломался, потому что как бы его не видит. Вот это. Вот он. Low. Все. У нас есть этот файл с этим неймингом. Так, что дальше у нас? Дальше мы посмотрим с вами еще на одну аннотацию. Ну, как вы поняли, да, что использовать Kotlin в Java это вот аннотации. Вам нужно использовать аннотации. По сути, без этого никак. Вот. Про какую сейчас я аннотацию вам расскажу. Это вот эта аннотация JVM Overlords. Как вы думаете, что она делает? Предположение есть? Ну, да, по названию. Что перегружает? Да, все правильно. В каких моментах ее лучше использовать? В Kotlin есть? Что? Когда мы указываем конструкторы, и у него есть параметры, и также в методах есть параметры, а нам некоторые не нужны, и мы для них можем задать что? Дефолтные значения. Вот. Да. Дефолтные значения. И вот для этого как раз это и нужно. Потому что, если мы просто создадим конструктор или метод, вот сейчас я прям с вами создам здесь, load также напишу, и здесь у меня будет string, string, и лон, и лон, лон. Так. И вот, допустим, я хочу, чтобы у этого параметра было какое-то дефолтное значение, потому что, но он не всегда нужен. В каких-то моментах он нужен, в каких-то нет. Я вам, получается, задаю дефолтный параметр. Все. Теперь я не обязан сюда его прокидывать. Но в Java, если мы не проставим аннотацию jvmoverlords, ему придется указывать этот параметр. Для него не будет перегрузки, да, сделано. Он будет использовать тот метод, который именно с двумя. Сейчас я покажу. Видите, да? Он просит ввести два. Теперь сделаем аннотацию. А, он не тот загрузил. Сорян. Сейчас мы другой загрузим. Так, сюда что-нибудь напишем. Вот. То есть я теперь могу спокойно туда передавать только один параметр. Второй не обязательно. То есть второй, если я захочу, так же могу передать. Вот он, видите, long, да? Ну, просто для него как бы создался еще один метод, который принимает два. Ну, тут, в принципе, логично, я думаю, да. По названиям это понятно. Конечно. Да. Сейчас. Здесь просто много лишнего. Сейчас я это все уберу. Видишь? Вот они все. Load, load, load. Они создались. Для Java. Где еще полезна эта аннотация JVM overlords? Ну, понятно, для конструктора, да? И для вьюшек. Именно конструктора для вьюшек в андроиде, да? То есть вот, смотрите сверху. Сейчас я сделаю презентацию, да, чтобы было удобно видеть. Вот это я просто взял какую-то, создал кастомную вьюшку. Отнаследовал ее от базовой вьюшки в андроиде, да? И для этого мне нужно ей всегда описывать конструкторы, да, какие-то. вот, обязательные. Я их описываю. Для того, чтобы этого не делать, я могу использовать здесь JVM overlords, да, и сделать так более читабельно, более удобно, да, где-то дефолтные значения проставить и так далее. Вот. Это, но заметьте, что это работает не со всеми вьюшками. Я точно не помню, там это баг или это так специально было сделано, но с какими-то точно не работает. Если я не ошибаюсь, это те, что edit text и связанными с ним. Вот эти вьюшки, с ними есть проблема и он будет работать некорректно. Поэтому я настоятельно рекомендую про это прочитать перед тем, как вы захотите использовать для вьюшек вот эту аннотацию. Вот. Также эта ссылка будет в курсе, точнее она уже там есть, да, вы можете по ней пройти там и посмотреть. Вот. Это что касается этой аннотации. Также я вообще вот эти все вещи, ну, грубо говоря, про эти вещи можно подробнее посмотреть, там прям с отличным примером есть видео с Мобиуса, да, ссылка на него есть также в курсе этого, Котлина, да, этой лекции, да, там вы можете это почитать, посмотреть, и там хорошо выступает разработчик, хорошо объясняет это, если, допустим, я вам как-то, да, непонятно это объяснил, или вам захочется каких-то более подробных вещей, да, там это все глобально прям рассмотрим, потому что это прям полноценный доклад был для Мобиуса, это вы можете посмотреть. Вот. Теперь там как раз спрашивали, да, то есть я могу, получается, сделать там один файл на Котлине, да, там туда написать, вот вы спрашивали вроде, да, там переписать асинктаски на корутины, использовать вот этот чистый бэкграунд, все вот это вот там, да, асинхронщину, а все остальное на джаве, да, делать так можно, как вы видели, но, есть одно но, в том, что, когда мы используем, получается, Котлин вместе с джавой в одном модуле, мы получаем минусы, а именно минусы в скорости сборки, сборка замедляется, то есть вы будете больше ожидать во время билда, вот, если вы просто используете Котлин без джавы, сборка также увеличивается, но не так сильно, чем, если просто вы джаву используете, поэтому нужно это учитывать, вы будете дольше ждать, билд будет дольше, если вы, допустим, разобьете на модуле и Котлин поместите в другой модуль, а джава в другой, тогда у вас сборка будет немного быстрее, потому что это разбиение, там все это инкрементируется, и эта сборка будет идти в последовательном. Вот. Это что насчет минусов? Ну, также, да, вы должны понимать, что Котлин за собой тащит стедолибу, которая привносит нам примерно, если не ошибаюсь, там, 1 мегабайт к нашей АПКшке. То есть наше приложение увеличится на 1 мегабайт приблизительно. За счет чего это? За счет того, что в DAS и Deliby очень много написано дополнительных функций, дополнительных экстеншенов и так далее, которые как раз нам на размер и влияют. Но понятное дело, что это все можно обрезать. Да, есть ProGuard, который это все может вырезать лишнее, и как бы весьма не сильно от этого как-то пострадаем. Особенно если мы все эти функции не используем, а это навряд ли будет так, все это использовать нереально. Если я не ошибаюсь, там около 7000 методов. Ну и 7000 методов в одном проекте, наверное, заиспользовать из одной стедолибы это очень трудоемкий процесс. Поэтому все остальное оно может вырезаться и понятно, мы потащим меньшее количество мегабайт, ну точнее даже килобайт и там к нам в ВПК-шку. Это вот насчет минусов. Давайте теперь посмотрим на возможности именно Котлина для Android. Что он нам именно даст в Android-разработке? Что сейчас уже разработали и что нам поможет в плане разработки? Вот. Сейчас я перейду сюда. В общем, все знают, да, популярный, наверное, вы уже с этим столкнулись, FindViewById. Это найти вьюшку по аидишке. Вы это знаете прекрасно, вы это много, наверное, если у вас много вьюшек, вы это очень долго пишете, 10 строк и больше, несмотря, сколько у вас вьюшек. Для этого было придумано очень много решений. Одно из них это ButterKnife от Джейк Уортона, который позволяет это, грубо говоря, не писать. То есть вы не пишете FindViewById, вы просто пишете какое-то вот здесь сразу поле и над ним пишете аннотацию. BindView и аидишку. То есть он сам забайндит вам в это поле нужную аидишку, нужную вьюшку. Вот. Здесь с Котлин Android Extensions которые были созданы специально для Android, да, этого всего не надо FindViewById. Как выше, вот вы уже видите, да, title, текст, view. Это я просто обратился к вьюшке по аидишке. То есть не надо писать FindViewById. Я просто обращаюсь к вьюшке и обращаюсь к тексту. В данный момент это текст, view. Это просто текст, view, которому я сейчас здесь, прямо здесь сетчу ему текст hello. Не надо ни FindViewId или еще что-нибудь. Вообще, как все это работает, да, это все работает очень просто. Внутри за нас создается такой кэш, хэш-маппина, которая, по сути, и содержит ссылки внутри по аидишке. То есть ключ-айдишка, да, там значение это ссылка. Вот. В первый раз, когда мы обращаемся к ней вот так, он запросит через стандартный FindViewById внутри, достанет эту вьюшку, получит на нее ссылку и положит в мап. В следующие разы все будут работать через мап. Мы отдаем ключ, получаем значение. Мы отдаем ключ, получаем значение. То есть это намного быстрее. Вот. Также мы можем это контролировать. То есть мы можем поменять хэш-маппу на sparse array, который более оптимизирован гуглом для андроид-разработчиков, да, для андроид-разработки, чем хэш-мапп. Менее затратно по памяти и так далее. Вот. Это все можно тоже поменять. Я сейчас, если не ошибаюсь, вроде в билде это можно было я делал либо не делал. Нет, не делал. Ну, в общем, ладно. По сути, это можно менять. Вроде даже здесь контейнер. Нет, точно сейчас не вспомнил. В общем, там специальная аннотация получается, в которой ты указываешь, что ты хочешь вместо хэш-мапа использовать просто sparse array, либо наоборот, ты не хочешь почему-то использовать кэш. То есть ты просто указываешь, что я не буду здесь кэшировать, всегда дергай через findViewById. Вот как-то так. В этом суть. То есть здесь понятно, что мы просто берем и по ID обращаемся и сразу с ней работаем. Также, допустим, вы уже работали со списками же, RecyclerView, ViewHolder, вот это все. Работали. Вы знаете, да, как там это работает, что ViewHolder переиспользуется, и так далее, да. Вот. Теперь посмотрим, как это сделать с ViewHolder. Если в Activity это все просто, мы так берем и напрямую обращаемся, то получается во ViewHolder или в какой-то другой кастомной Viewшке это не так просто. То есть нам нужно делать кое-что дополнительно, не просто обращаться по ID. Для этого я сейчас включу Experimental фичу, потому что это до сих пор Experimental, и без этого работать не будет. Сейчас, наверное, все повалится, может, мне там ерунды всякое написано. Experimental для Kotlin или вообще в итоге? Experimental для Kotlin, да. Ну, то есть это получается, мы включаем, мы указываем флаг компилятору, что вот эту фичу мы соглашаемся использовать, несмотря на то, что она Experimental. То есть мы принимаем все проблемы, которые она нам несет. Ну, грубо говоря, так. Вот ниже тоже есть вот такая вот Compile Kotlin, да, это тоже компилятору указывает, что мы соглашаемся использовать онлайн-классы, которые я до этого вам рассказывал, они потому что тоже экспериментальная фича. Вот. Так, где это было, где это было, это было вот здесь. Вот, заходим в ViewHolder, смотрим. Вот, я здесь уже создал для нас. Чтобы, получается, использовать также ID-шки, я сейчас вот это вот уберу. Вот видите, LayoutContainer, это интерфейс, который мы должны заимплементить и передать ему контейнер View, от которого он как раз и будет брать View-шки, да, у которого он и будет смотреть эти ID-шки, FindViewById выполнять и так далее. Без этого нормально работать запрос по ID-шкам не будет. Он у вас всегда будет либо просить делать вот так, да, видите, так же тоже работает, но это неправильно. Вот. Либо всегда это будет дергать через FindViewById. Чтобы это работало правильно, да, вы должны заимплементить LayoutContainer и переопределить, получается, это поле ContainerView. Ну, получается, в Holder вы всегда, когда создаете, вы понимаете, да, что вы View-шку описите, да, которые создали до этого через the inflate или the set или вот, получается, эта View-шка и есть, она туда и передается этому интерфейсу. Вопрос вам. Да? У класса имплемент это двоеточие? Да. А если экстендер? Это все одно и то же. То есть вы просто пишите двоеточие и пошла жара через запятую. Вот. Ну, понятно, что multiple extended здесь делать нельзя так же, да, это ограничение есть. Но интерфейсы вы можете писать сколько угодно. Вот, да. Здесь в Kotlin это работает так. Ключевое слово для Java. Override? Ну, это как вот в Java аннотация override. Вот. Только смысл в том, что в Java ты можешь написать метод без этой аннотации, да? В Kotlin это нельзя сделать. Это потому, что не аннотация, это ключевое слово. То есть это полноценная защита от того, чтобы ты не забыл это сделать, да? И чтобы ты реально понимал, что это override. Потому что вот многие замечал, просто делают паблик метод, переопределяют его, override не ставят, и ты как бы, ну, не понимаешь, откуда он взят. Ты можешь догадаться только вот, ну, допустим, вот по таким инициалам, да, что там куда-то там он откуда-то там переопределился, и можешь перейти. Вот как-то так. Вот. А override как бы это позволяет исправить, и ты должен его всегда писать. Это что насчет как бы обращения к вьюшкам по айдишкам, да? То есть мы не обязаны теперь использовать findvue.id, мы наконец-то избавились от этих вот тон строк, которые findvue.id, там text.view, findvue.id, там аватарка и так далее, да? Все, нам это не нужно, мы используем айдишки и живем прекрасно. Вот. Что еще нам дает Kotlin Android Extensions, да? Он дает еще такую возможность, как Parcellable, знаете, Parcellable же, да? Класс. Вот. Это специально оптимизирован под Android, да, а не Serializable, да, который работает быстрее, ну, более оптимизирован. И для него вы всегда знаете, что для него надо реализовать кое-какой код, да? Там несколько методов, которые записывают, считывают, да, и специальную фабрику. Вот. С помощью вот этих, вот этих возможностей Kotlin Android Extensions вам этого делать не надо. Вы просто имплементите Parcellable, пишите аннотацию Parcellize, и все. Он за вас это все создаст. Грубо говоря, это как с датаклассами, да, которые за вас создают хэш-код, equals и так далее. Вот здесь логика, по сути, та же самая. Он за вас все это сделает. То есть мы уменьшаем количество кода, да, и работаем дальше. Не нужно за этим следить, не нужно переживать, что вот где-то там мы забыли записать какое-то поле, потому что мы добавили новое недавно и так далее. Он все сам это сделает. за этим следить не обязательно. Вот это что насчет Android Kotlin, Android Extensions. Давайте поговорим теперь, что еще дает нам Kotlin. Вообще, когда только его сделали официальным языком, да, дополнительным, официально поддерживаемым для Android, начали выпускать библиотеку. Она была раньше в open source, сейчас ее закрыли, она теперь переехала в OOS, теперь туда, ну, как бы раньше можно было спокойно контрибьютировать, да. Вот, это Android X, KTX. Что она в себе содержит? Она в себе содержит просто набор экстеншенов, методов, да, которые позволяют тебе удобно работать. То есть, тебе не обязательно их самому писать. За тебя их уже написали очень много. Для класса URI, для класса Bundle и для остальных классов. Для всего этого за тебя уже экстеншен написали, ты просто подключаешь Android KTX. Сейчас вот в этот зайду посмотреть. Билл Грайдл, вроде подключен он здесь. Да, вот, Core KTX, видите, да? Вот, это библиотека. И вам не нужно самим это писать. У вас все это есть, за вас это все создали. Допустим, вот, есть у нас класс URI. Все знают этот класс? Да, URI. В общем, вот, чтобы, допустим, по этому URI получить файл, как бы там нужно написать какой-то код. Вот. За нас создали toFile, да, экстеншен функцию. Экстеншен функция, если можно, видите, отличать, да, она специально подсвечивается, то есть это вы не перепутаете. Вы можете зайти и посмотреть, как она работает. На самом деле, здесь все просто. Здесь просто проверка. Если это по схеме не проходит, да, то мы как бы выбрасываем экстеншен. И дальше просто создаем файл с этим путем. Все. Здесь проблем особо нет. Как бы это можно было без экстеншен функции, написать, но как бы очень приятно и спасибо. Вот. Это вот один момент, да. Есть еще вот, допустим, для bundle. Когда мы пишем обычно bundle, да, тоже знаете, да, наверное, этот класс. Это как бы кеймап, да, который хранит ваши значения там и так далее, которые мы можем прокидывать и так далее между фрагментами activity. вот здесь, понятно, я там не совсем корректно написал и по-котлиновски. Сейчас мы это исправим. Вот. Вот так будет более диаматично, наверное, да. Вот так мы создаем bundle. В принципе, ничего плохого в этом нет. Вот. Единственное, что, возможно, может нас напречь, то, что мы все время пишем put boolean, put float, put int array и так далее. Так вот, в ktx есть и для этого extension. Вы можете посмотреть. Мы просто пишем bundle of, пишем ключ to значение. Наверное, как бы понятно, да, я уже про infix функции говорил и то, что это вот как раз тот случай, когда используют infix функцию. Вы можете посмотреть вот здесь. Вот. Она обычная, простая, да, там обычный pair. Вот. Дальше. Так же можно делать с остальными, то есть вот float, int array и так далее, да. То есть это позволяет любой тип теперь как-нибудь bundle? Или только те, которые... Нет, тут как раз те, которые там есть. Вот, да. То есть это ограничение все равно, оно остается. Понятное дело. Вот, вот, можете посмотреть. Вот bundle of метод. Понятно. Тут все логично. Больше он вам сделать не даст. Просто они делают удобные обертки, да, которые позволяют вам также опять сокращать время, писать меньше, ну и писать менее, без ошибок. Вот. Это насчет Android. КТХ. Ну, вы можете посмотреть, там очень много на самом деле написанной экстеншен функций. Когда он был открыт на гитхабе, много людей, да, много разработчиков добавляли, предлагали к Глу свои экстеншены, которые у них были за время разработок написаны, да, и они это все ревьюили и добавляли к себе в эту библиотеку. И сейчас они также добавляют, продолжают это все усовершенствовать, увеличивать. Поэтому там очень много экстеншенов на большое количество классов. И поэтому вы можете посмотреть, есть специальный даже сайт, который там отбирает экстеншены по темам. Допустим, тема вам такая интересная, вы смотрите, какой экстеншен вам нужен. В общем, их очень много. Да, какие-то вам полезны. Понятно, что, наверное, тащить всю эту библиотеку к себе, если вы не используете ProGuard, это как бы не стоит. Там очень большое количество методов. Вы можете просто зайти посмотреть, как это работает, как это сделано, если вы сами до этого не догадались, и скопировать себе. Все очень просто. То есть, вам не обязательно для этого полноценную библиотеку подключать. Просто посмотрели и скопировали. Указали лицензию. Да. Вот. Что еще нам, получается, предлагает Kotlin для Android? на Google. Кто-нибудь вообще смотрел Google. Есть тут такие? Нет? Ну, в общем, они там, получается, так как Kotlin First у них теперь, они все свои Jetpack библиотеки, это вот ASC, которые архитектурные компоненты у них, все вот там, да, Navigation, они сейчас большую часть переводят на Kotlin, у них это все переписано, и также они создают сейчас фреймворк Declarative UI, это Jetpack Compose. Этот фреймворк позволяет вам создавать вьюшки в коде не в XML в удобном виде. То есть, если кто смотрел Flutter, немного хотя бы, вот это похожая схема, во Flutter тоже все создается в коде, там нет XML. Вот. Это такой Declarative UI. Он написан на Kotlin, само собой, и вот позволяет такое делать. Понятно, он сейчас закрыт, он в ранней там Альфе еще какой-то там, его использовать сейчас нежелательно, но также они добавили в новых Lifecycle библиотеках скоупы, это допустим, если вот есть у них в архитектурных компонентах вью-модель, возможно, слышали, вот, и так как для корутин нужно создавать какой-то скоуп, да, чтобы потом это хендлить на протяжении, допустим, вот этой вью-модели, этого класса. За вас они уже это подумали и сделали. Во вью-модели вы просто можете обращаться в вью-модель скоуп, и все. Для вас уже создан специальный скоуп, который именно для этой вью-модели. И так далее. В общем, они сейчас очень много делают на Kotlin для андроида, очень много всяких инструментов, которые бы облегчили вам работу в дальнейшем и разработку приложений. Ну и также немаловажно то, что они все-таки в Android SDK проставляют везде аннотации в новых версиях, для того, чтобы мы как раз могли использовать нормальный нюлс-эфэти в Kotlin. Вот такие дела. В общем, наверное, давайте сделаем перерыв 10 минут, и потом я чуть-чуть расскажу вам про DSL, и все на сегодня. Может, сразу без перерыва. Без перерыва? Ну, давайте, давайте, без перерыва. В общем, кто-нибудь из вас знает, что такое Kotlin DSL? Встречался, может быть, видел библиотеки? Нет? Вообще не знает. Ну, DSL, да, это Domain Specific Language, который специально разрабатывается для какой-то определенной сферы. Вот, допустим, Egex, Gradle, SQL, это все DSL. Они написаны специально для определенных вещей. Ну, это сразу понятно. Для чего нужен нам Gradle, это версионная сборка, для чего нужен SQL, для баз данных и так далее. В общем, получается, Kotlin DSL нам позволяет создавать определенные конструкции, которые мы хотим использовать в определенных сферах. Допустим, если мы хотим сделать DSL для рисования фигур, мы берем и делаем DSL для канваса, пейнта, который использует только определенные методы, которые вы вызываете, и больше ничего лишнего. Вот, то есть вы дергаете эти методы и понимаете, что этот метод делает. Давайте посмотрим на примере. Я приведу вам небольшой пример, чтобы сильно вас не нагружать. Это DSL для paint. Просто инициализация paint. Вот, смотрите. Обычно как мы paint создаем? Paint. как бы, да, ну и пошла дальше, да? В общем, жара. А потом мы должны ему засетить там какие-то поля. Альфу, color и так далее, шейдеры. Так вот, это не полноценный DSL, понятно. Это лишь альтернативная инициализация этого класса, которая позволяет дальнейшим, допустим, на нем достроить DSL для канваса и в дальнейшем строить на нем какие-то удобные фигуры и так далее. В общем, DSL очень много, они для различных тематик. Допустим, есть под Android DSL для анимаций. Очень удобно. Я смотрел, там очень красиво все сделано. И она как раз только для анимации. То есть вы там удобно все это запускаете, каждую анимацию, это все последовательно. Можно параллельно анимации запускать. В общем, это очень удобно сделано. Так вот, смотрите, здесь инициализация Paint. Мы здесь, получается, создаем объект Paint. Как видите, здесь подсвечивается, что вот в этом сколпе у нас уже объект Paint. И все, что мы здесь делаем, это относится именно к этому классу, именно к Paint. Вот. То есть альфа это поле у Paint. Color то же самое. Shader абсолютно то же самое. То есть все мы здесь с этим именно для Paint. И вот также я сделал для одного из шейдеров небольшую DSL-инциализацию, да, это linear gradient, которая позволяет нам удобно задавать то, что нам надо и убирать и убирать то, что не надо. Допустим, дефолтные значения там какие-то будут. Теперь давайте посмотрим, как это вообще все работает, как это сделать. Вот этот метод Paint. Как видите, он принимает в себя такую лямбду. То есть если мы сделаем так, то это просто обычно лямбда это функциональный тип в Kotlin. Делаем так. Это уже функциональный тип, то есть лямбда с обработчиком. То есть все, что будет внутри этой лямбды относится именно к Paint. Ну, то, что я уже до этого говорил. То есть как будто внутри этой лямбды у нас лежит объект Paint и мы для него это все вызываем. Вот здесь видите, да, я просто создаю класс Paint и дергаю Apply, чтобы все, что я в этой лямбде вызову, оно применялось именно к этому Paint, к этому объекту. Вот такой простой маленький метод, который сделал нам инициализацию совсем по-другому, да, нам не нужно дергать Paint.set или писать самим Apply, мы сразу все здесь ему получается с этим в этом же месте в одном, да, и то, что не нужно, мы не с этим. Вот. Теперь давайте посмотрим про Linear Gradient. Вот, это также отдельный метод, который также принимает функциональный тип лямбду с обработчиком. Но теперь здесь понятно не Paint, здесь я создал специальный класс, этот класс я назвал Linear Gradient Scope, чтобы обозначить, что вот внутри этой лямбды, да, у нас именно этот скоп. Создал для него какие-то property с дефолтными значениями и потом сделал для него метод Create Gradient. То есть, это просто как бы метод, который создает за нас Linear Gradient, который сетит в конструктор, те поля, те property, которые мы до этого ему проставили. То есть, вот это лямбда с обработчиком. Это понятно? Вот. Получается, здесь, дальше, мы создаем этот объект, Linear Gradient Scope, и вызываем, точнее, прокидываем этой лямбде этот обработчик, ну, точнее, этот скоп, чтобы она с ним там работала. После мы здесь дергаем у этого класса Create Gradient, и все. То есть, мы сначала заполняем этот класс какими-то полями, после мы создаем сам градиент с этими полями. Дальше. Вот, в принципе, так это и выглядит. То есть, мы вызываем Linear Gradient, с этим ему те поля, которые нужны, те, которые не нужны, не с этим, и все, и работаем. То есть, здесь ничего лишнего больше нет, никаких других полей, ничего-то другого. То есть, здесь только та ограниченная функциональность, которую мы даем. То есть, мы специально его для специальной какой-то задачи ограничили. Вот. После этого мы получаем, конечно, на выходе шейдер. Это вот такой небольшой DSL, инициализация, да, которая сделала нам инициализацию Paint и установку его полей каких-то, каких-то проперти через такую вот возможность. Сейчас я вам покажу библиотеку, которую я специально разрабатывал для бота API у Тамтам. Тамтам открылась бота API, она сейчас в паблик бете. Вот. И для нее я разрабатывал для этого API специальную DSL клиент. И я вот сейчас вам покажу как раз ту сущность, как ограничить функционал тем, вот для определенной задачи, допустим, для той бота API. Вот, допустим, вот она у меня здесь есть. Сейчас я здесь сделаю также presentation. решу. Вот там наверное надо было выйти. Здесь не хочет. Сейчас тогда здесь наверное этот не поставил. Вот так. Вот смотрите. Также у нас есть стандартный метод main в javi. Мы стартуем longpooling, сюда прокидываем bot token. это тот, с чем мы должны работать в дальнейшем, да? Чтобы как-то обращаться к боту и так далее, прокидывать запросы в API, нам нужен специальный bot token. И вот здесь смотрите, есть специальные методы, которые больше нигде нет, они нужны именно только для этой задачи, и они более-менее понятны. Он startbot, этот метод, ну как думаете по названию, что он делает, да? Да, логично, да, правильно. То же самое с командами, то есть у нас есть command scope, в котором мы на определенную команду как-то реагируем, либо, если мы эту команду не знаем, также как-то реагируем. И также с callback. Callback это то, когда мы нажимаем на какую-то кнопку бота, которую он нам прислал, и посылаем запрос. Вот. Вот как раз callback это и имеет в виду. То есть мы тут на определенный запрос, то есть на определенное нажатие кнопки с определенным payload'ом также реагируем. Вот. И с месседжами. Это тот случай, когда мы получили месседж, который не подходит ни под одну команду. Вот. То есть это даже не команда. И вот здесь все эти месседжи мы как раз обрабатываем с помощью специальных стейтов. Вот такой DSL. То есть это тоже такой уже получается полноценный совсем другой язык, который мы используем именно конкретно для этой задачи. Ну что, есть вопросы по DSL? Вы в начале еще говорили, если вы уверены, что бросать свечей нужно обработать, его нужно обрабатывать try-catch или как-то по-другому? Try-catch. Получается, это джаванский код или код не тоже свой try-catch? Нет, обычный try-catch. Ну, я понял. в смысле другой вопрос всегда. Ну вот. В кодлин файле можно ли использовать джава-код? Прям напрямую, ну вот, кодлин. Ну да, я вот. Кодлин, часть на джава, часть на джава. В одном файле можно. А, в одном файле писать и джава, и котлин код? Нет. Подожди, а разве нет? Нет, в одном файле нельзя. Там же копилируется, получается, либо кодлином, либо джава. Да, да, у него расширение, у этого класса точка кт, и точка джава. Он по-разному обрабатывает эти случаи. Поэтому ты должен в отдельном файле это все делать. Но вызывать тебе никто не запрещает. То есть, готовый код вызывать тебе там никто не запрещает. То есть, в кодлине try-catch точно такой же, как в джаве, да, да, там обычный. Единственное, там есть дополнительная, грубо говоря, extension функция. Есть же try-catch с ресурсами, виза ресурсов, которые ты, когда в скобках в начале try что-то пишешь, это потом автоматически закрывается, если это implemented auto-classable, да. Вот. В кодлине есть use. То есть, ты просто пишешь, допустим, то, что должно закрыться, точка use, вот, и в это, ты получается внутри этой лямбды ты работаешь с этим классом, на который ты вызвал use, да, и после того, как фигурная скобка закрывается, она автоматически закрывается. Вот. Да, но это просто обычное такое, это когда тебе надо единично как-то с ним поработать и закрыть. Ты вызвал на нем use, поработал, закрылось само. все, очень удобно. Там много где unit возвращается. Да, unit это типа, это такой тип как void в java. Ну, то же самое, по сути. Возвращаем пустоту. Any, any. Any. Да, any. Как они только в конце light. Вот так. Еще вопросы есть? Какие-то? Задавайте, я потому что в принципе вам основную суть все моменты рассказал, поэтому вы задавать можете абсолютно под любой теме, я вам сейчас отвечу, а после расскажу про домашнюю еще раз, кто не слышал, что нужно будет делать. Если нет, то сразу перейду к домашней. Вообще, как видно, то, что Кортли старается прощать вообще и сам синтекс, и все, но меня на самом деле пугает аннотации pros, что exception два двоеточия класс. Зачем такие усложнения? Ну, это как бы ты... Что-то альтернативное, что ли, можно сделать? Или как? Нет, ты должен именно так указывать, то есть ты должен туда прокинуть именно класс, да, два двоеточия это как бы вместо reference, да, то есть ты через рефлексию как бы обращаешься к этому классу, вот, то есть ты должен только так, да. вообще похоже на Swift. Ну, да, кстати, это есть такое, многие говорят, что это похоже на Swift, но, насколько я помню, Swift вышел позже, чем первая версия Котлина. Ну, они как бы вместе, наверное, там, кто-то у кого-то что-то взял. Вообще, есть отличный доклад от, вроде, Андрея Бреслава, который, как раз так и называется, стоянно, ну, плеча гигантов, да, они как раз рассказывают, как Котлин взбирал в себя лучшее, да, из остальных языков программирования, не только современных, но и тех, кто был разработан уже давно, и тот, кто уже не существует, тем, которым уже не пользуются, но у него есть какие-то фичи, которые они в себя взяли. То есть я советую этот посмотреть доклад. А по поводу скорости работы в сравнении с Java, это вообще не так не влияет в том, что у Java в машине? Ну да, как бы там, если ты имеешь в виду именно приложение, да, ты про приложение, да, там никак не это не отражается. Вот. Суть именно в том, что у тебя замедляется сборка. Это как бы понятно. Ну и также это отражается на размере АПКшки. Как будто вы говорили про ProGuard. Можете про нас это сказать, потому что это не используется? Ну в общем, это такой опускатор, ну как бы опускатор, точнее он уже в новых версиях сейчас в студии не используется. Там используется другая его аналогия, да, которая более оптимизированная и лучше, это D8 и R8. Они вдвоем работают вместе, там разными вещами занимаются. Так вот, ProGuard в основном, что его, в чем его обязанность? Он офусцировать может ваш код, если вы укажете? Зачем это надо? Это вот когда ваш код пытаются декомпельнуть, да, посмотреть, что там вообще можно, я склонирую и такую же приложуху сделаю и буду зарабатывать, да. Вот. Он делает нечитабельными переменные, классы, да, чтобы ты там А0 там и вот так, в таком духе, да, чтобы ты не понимал, что где используется. Второй его момент это то, что он вырезает то, что не использует. Допустим, вы подключили Гуаву, библиотеку, которая тащит в себе дофигища методов, или Рикс Джава, да, которая тащит в себе тоже дофигища. И вот то, что вы не используете, если там, ну, для каждой библиотеки свои, конечно, есть, ProGuard rules, да, которые кто-то указывает, кто-то нет, а для каких-то нет. Вот. И он вырезает то, чем вы не пользуетесь, то есть уменьшает количество методов и уменьшает размер АПКшки. Окей. И как это получается? Через граммов это зависит? Да, вот здесь сейчас покажу. Билд, ладно, здесь. Вот здесь, видите? Сейчас я увеличу специально. Вот здесь есть build types, релиз. Это, то есть, указывается, что сборка релизная будет работать с этими конфигурациями. Вот. minifinable, вот как раз вот ты здесь ставишь true, и он начинает работать вот по вот этим правилам, которые ты вот сюда прописал. В этом файле все эти правила и хранятся. Ты там как раз указываешь, что кипать, да, что сохранять, что вырезать и так далее. Потому что есть файлы, которые ты, возможно, не используешь, но использует тот, которого ты используешь. И как бы тут вырезать очень, ну, как бы страшно, да, ты как бы стараешься это сохранять. Вот. Либо то, что ты через рефлексию дергаешь. Это тоже надо сохранять. Вот. Еще вопросы? Он только для мобильной разработки используется? Нет. 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 Я здесь не упоминал это вначале, потому что у нас все-таки Android-курс, да, но вот так как вы спросили, я сейчас скажу. Kotlin ты можешь использовать везде. Вот. Есть уже Kotlin.js. Это для фронтенда. Вот. На Kotlin написан такой замечательный backend framework, как Ktor. Ktor. Ktor – это вот, как кто-то если для backend писал, да, есть Spring, да, возможно, знаете. Вот, Spring. Это такая здоровая вот такая махина для backend, да, которая позволяет строить backend. Так вот, Ktor – это что-то похожее, но с меньшим количеством функций и легкое. Вот. Она как раз написана на Kotlin.js, между прочим. Вы можете посмотреть, как это реализовано. И, кстати, ссылку я на него приложил в лекцию курса. Вот. И он как раз позволяет делать backend. Очень легко и просто. Вы там также можете подключать базу, также строить роутинг, все это остальное. Вот. Так что backend, JS, фронтенд, Android, мультиплатформ, стейтв, да, вы можете для iOS там что-то создать, один код пошарить на, сразу на фронтенд, на iOS, на Android. Ну, понятно, это не UI, это чисто логик. Вот. А, почему Java, да, у вас преподают? Ну, как бы, вообще, те, кто в основном, вот я замечал, те, кто в основном не изучает Java, сразу идут разрабатывать под Android на Kotlin, имеют узкий обзор. Они многого не понимают. Ты им говоришь, до них это не доходит, потому что баз, они базовые вещи не понимают. Ведь когда вот сейчас декомпельнул, да, код, вы же видели, что там была Java, да? Вот он не знает Java, поймет ли он? Ну, возможно, на минимальном уровне, да, но не больше. Это то же самое, что бы эти, те, которые пошли на Java, но изучали плюсов, но ты же так не смотришь. Байткод ты можешь посмотреть, но не более. Вот. Но тут, в принципе, смысл в том, что основной концепт, то, что ты должен понимать базовые вещи, которые так вот работают, да? Допустим, вот ты не изучал Java, ты не знаешь про Checked Exceptions. Ты смотришь на аннотацию throw. Че? Такой, а? Не, не буду. Вот. А если вот ты знаешь Checked Exceptions, ты знаешь, для чего аннотация throw. И ты используешь ее, потому что в Java Checked Exceptions есть. И тебе нужно там это обрабатывать. Вот. Суть в этом, то, что тебе нужны эти базовые вещи. Поэтому, в принципе, у нас и весь курс построен на Android. Также есть курс о... Ну, многие курсы под Android строятся именно на Java. Вот. Потому что это более правильно. Конечно, Kotlin, точнее, Google может так не считать. Вот. И поэтому у них на Udacity, на Coursera, у них все это на Kotlin. Вот. Но у них от JetBrains есть курс Kotlin для Java-разработчиков. Поэтому тут как бы как дополнение он идет. То есть ты такой изучаешь Kotlin для Java-разработчиков, а потом переходишь на Kotlin для Android. Вот как-то так. Ну, я также могу с вами поделиться, что мы в Одноклассниках в проекте Там-Там Messenger мы Kotlin не используем. Мы пишем на Java. Проект, во-первых, начинался давно. Тогда еще не был официальным Kotlin. Это было страшно в продакшн тащить. В общем, сейчас очень много кода и как бы времени не всегда хватает. Ну и есть какие-то как раз минусы по времени сборки, по количеству мегабайт, которые дополняются к APK-шке. Вот это все как бы оно играет роли. Тут нужно подходить с умом. Конечно, если у вас новый чистый проект, как бы не вижу смысла, конечно, начинайте его на Java. Поэтому вам совет, да, если у вас просто PET-проект или вы начинаете какой-то новый проект, если вам Kotlin подходит, он вам нравится, вы понимаете, что с ним вы будете разрабатывать намного быстрее, чем с этой сложной Java, когда много ты пишешь. Вот. То как бы да, берите Kotlin спокойно, потому что Google на него поставил ставку, Google все на него переводит, а как бы Android, это Google. Да. Вот. Еще вопросы? Все? Все понятно, да? Отлично вообще. Я такой классный чувак, когда я все вам рассказал. Вы все сразу поняли. Ладно. Давайте тогда на домашку вернемся. Так, в общем. Ох ты ж, у меня тут левый слайд был. Страшно. Ну, блин. Ну, ладно. В общем, это ссылка на домашку. Можешь я беседу, пожалуйста? А? Беседу на классе. Что за беседа? Извините, я не в курсе. Я не могу сейчас отправиться, я его напишу. Хорошо. Вот. Ну, вообще, вот можете QR-код. Тоже ведет на домашку. Не такие? Не такие? Ну, ладно. В общем, смысл домашней работы в чем? По названию Convert to Kotlin Homework понятно, думаю, да, что вам нужно что-то сконвертировать на Kotlin. Смысл в чем? Есть Bitbox, маленькое приложение, написанное на Java, на Android. Там несколько классов, в этом репозитории оно лежит, открыто. Вот. Ваша задача сконвертировать его на Kotlin. Конечно, вы можете зайти в IntelliJ.id или в Android Studio нажать, а, конверт, там, все дела. Вот. Или просто копипаст и сконвертируй. Но это не все так просто. Вам нужно сделать более дематично его. Он грубо конвертирует, а вам нужно за ним подправить. Плюс вторая задача это проставить аннотации. Все те, которые я говорил, для того, чтобы в Java вы могли нормально с этим ходом работать. Это ваша основная задача. Я думаю, там на самом деле на полчаса максимум. Вот. После того, особенно, что я сказал, да, и эти все ссылки там в лекции тоже есть. Вот. Понятно условия домашней задачи, да? Ну, тут как бы это все. Ну, в общем, я еще раз скажу, что меня зовут Мельников Александр, да, приятно было вам рассказать про такой чудесный язык программирования, как Kotlin. Надеюсь, вам он тоже понравился, как мне. Если будут вопросы, это вот моя ссылка в там-там. Можете писать, можете спрашивать все, что угодно насчет Kotlin, там, Java, насчет домашки. Не важно. Я вам отвечу. Не переживайте. Все, спасибо большое. Успехов вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.